Старт Суперлига 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 Старт Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как и предполагалось, с упорных спортивных боев. Никто не хотел уступать. Счет по игре, как в футболе говорят, сложно здесь употребить термин. Но то, что было существенное противостояние равных соперников, это можно было наблюдать даже неискушенным зрителям. Вот сейчас мы видим как раз первую пару, это Сергей Ерохин и Константин Пучков. Все одеты, как положено, по регламенту турнира. Зеленая футболка, рубашка и желтая. Ну, по цвету, по цвету и шашек представленных. Даже можно услышать, я по крайней мере слышу отголоски нашего комментария. И вот вторая пара от Самас Арсагов и Алексея Скурава. Я вспоминаю, что сказал Константин Пучков по итогам первого матча. Он сказал, для меня фактически все стало ясно уже в первой парте. И это было лично для меня удивительно, потому что мне показалось, что до четвертой партии была такая очень ровная игра. Но вот все-таки опыт Пучкова сыграл, взял свое. А здесь действительно до последнего Аскурава и Арсагов боролись за победу. И тот же Пучков, кстати, когда мы брали у него интервью, сказал, так колебался, колебался, да, и сказал, поставлю на Арсагова, несмотря на то, что Аскурава мой друг. Угадал. Ну, давайте, кто сегодня у нас играет. Итак, вот первая пара. Микаэл Варданян и Сергей Петухов. Я сказал о том, что у нас Ерохин, международный гроссмейстер, и вот сегодня еще один международный гроссмейстер вступает в турнир. Это Микаэл Варданян. Ну, я не знаю, есть ли смысл здесь делать какие-то ставки, предположения. Вторая игра, на мой взгляд, тоже будет не менее, не менее интересная. Рискнете сделать свои предположения? Да, иногда мне интуиция подсказывает, что будет очень упорная борьба, но разрыв будет большой в счете. Не беру сейчас, не хочу говорить, что пользу, но разрыв будет не меньше 4 очков. А почему, почему, с чем это связано? Пока играют агрессивно с кубом удвоения, и это скажется на итоговом балансе. Да, это интересно, это интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, может быть, определимся, в каком настроении пребывали наши сегодняшние участники. Вот Микаэл Варданян. Спокойно. Ну, никаких выражений, волнения или чего-то еще. Здесь сама концентрация. Да. Оба игрока достойны друг другу. Микаэл Грассмейстер в международном рейтинге по нардам, а Сергей Петухов очень сильный аналитик, кандидат мальтера спорта по шахмату. Ну, это дает свое преимущество в какой-то степени, да? Не преимущество, но подмогу, безусловно. Это очень большая помощь, аналитическое образование. Я не знаю, есть много разных видов спорта, которые принято сравнивать с шахматами. Там тот же керлинг, говорят, что это шахматы на льду. Снукер, говорят, что это шахматы на сукне. А нарды это шахматы на доске? Я бы сказал, чуть шире. Чуть шире, как нардист. Чуть шире. Здесь еще психологическая устойчивость очень много значит. Да, потому что, ну, мы подчеркивали это, дорогие друзья, что в нардах, в которые играют, ну, миллионы людей, и в том числе в нашей стране, огромное количество, но большая часть играющих в нарды считает, что, наверное, это слишком просто. Или все зависит от удачи. Или все зависит от удачи. Но это не так, к счастью. Да, не так. Вот достижение Микаэла Варданяна. Видите, он и в покер, он и в спортивную мафию, он и путешественник. Чемпион России под длинным нартом. Ну, а то, что наши участники практически все являются кандидатами разных наук. Это верно. Это верно. Вот и Микаэл Варданян тоже. Ну, вот видите, как у Сергея Петухова нет кандидатского звания. Но это не делает его... Ну, я думаю, он достоин. Да, это не делает его более слабым игроком. Или более уязвимым, да. Но призер чемпионатов мира, видите. Мы говорили о том, что действительно достойнейшие, достойнейшие соперники. Что бы вы хотели пожелать сегодняшней первой паре? Вот такое напутствие от президента Федерации Нард Москвы Юрия Акопова. С удовольствием пожелаю коллегам по цеху бескомпромиссной борьбы, агрессивной игры, вдумчивой. И пожелаю успеху обоим. Не могу никого выделить. Нет у меня здесь кого-то, за кого я болел бы больше. За обоих буду болеть одинаково. За красивую игру. Да, я со своей стороны хочу пожелать им, чтобы Зари хорошо ложились. Да, это будет зрелищнее для нас, для всех, для зрителей. Потому что это же самое, простите за это словечко, такая отмазка. Ну, не ложатся Зари сегодня. Пусть они ложатся у них сегодня так, чтобы все были удовлетворены. Хотя, конечно, такого не бывает ни в Нардах, нигде, никогда в жизни. Ну что, поехали? Поехали. О, зажегся свет. Микаэл Варданян, Сергей Петухов. Подожди, зайти же должен. На своих местах. Сейчас. Так, ну вот решили, решили наконец-то поприветствовать друг друга. Так, часы завести. Все правильно, 56 минут, все как положено. Завели 3 минуты на гейм и 56 минут на весь матч. Да, и напомним, да, что увеличили на гейм время. Да, мы чуть-чуть увеличили, чтобы было позрелищнее. Это скажется на качестве игры, наверняка увеличенный лимит. Но не на много, на минуту, но этого немало. Да, да. Выиграл первый ход Петухов. И вот ответ. Ну, тут, наверное, классика. Да. Да. Тут не надо бояться. Да, вот это классика, когда 4-2, 5-3, 3-1. Вот это практически такой естественный абсолютно ход. Ну вот сейчас 6-3 за желтых. Либо надо взять, выйти двумя шашками, что Сергей делает. И взять очень важный пункт. Да, и очень красиво получилось. Была альтернатива взять в своем доме пятый пункт. О, вот пошли душаши. Но пока он не такой силенный, а такой сильный. А больше ничего, четвертого хода нет. Позиция перешла в так называемый холдинг-гейм. Сдерживающую игру оба заняли. Достаточно важные поля на доске. Такое противостояние почти симметричное. У зеленых чуть хуже. Нету на этой стороне доски ни одного пункта взятого. Только в доме. А у Сергея с желтыми шашками на той стороне два пункта. О, три кушак рядом. А вот это очень важный бросок. 6-6, 2-2 и 5-5. Ну, теперь уже перевес по гонке становится в пользу Микаэла. Так, что у нас вышло? 4-2. Сейчас привыкнем со временем. Так, время. 4-2. Ну, тащить с тринадцатого поля, наверное, смысла нет. Ну да, потому что там будет поставлена шашка. Просто переигрывать, зная, что он впереди. Не страшно сейчас открывать шашки в доме, поскольку зеленым сейчас надо просто двигаться в сторону дома, не подставляя шашки, поскольку они впереди. А желтым надо рассчитывать на какой-то контакт, поэтому они быстренько пытаются построить свой дом в случае контакта, чтобы, побив шашку, дом был сильным. Достаточно быстро играют, но практически особо не раздумывая. Стратегический рисунок понятен обоим игрокам, каждый действует в соответствии с планом. Зеленые двигаются к дому, желтые строят свой дом и максимально сохраняют возможность контакта. Юр, ну вот эти вот две пары, которые находятся на седьмом и четырнадцатом полях, вот сейчас насколько есть смысл их убирать? Потому что, ну, наверное, можно их рассматривать как такой сдерживающий. Это как раз и есть возможность контакта. Ох, опять какой! 5-5 пришел! Ну, сейчас последует удвоение и пас. Ситуация совершенно стала неуправляемой с желтыми шашками. Ничего не останется, как сдаться. А с зеленым объявить куб. Очень большое опережение. Ну, Варданян, пока. Правильное решение здесь, очевидно, удвоить. И за желтым сдаться. Ну да, вот удвоил. Перевес очень большой по гонке. Ну да. Где-то 34 очка. Если уж мы с вами вспомнили шахматы, как говорят в таких ситуациях, Ботвинник такие партии сдавал. Да. Да, вот. Ну, достаточно быстро. И, конечно, вот мы говорим, конечно, о удаче, да, о том, как зары легли. Но вот эти вот два раза 5-5, конечно, вытащили, вытащили партию, несомненно. Я попробую сейчас для наших зрителей немножечко прокомментировать с другой стороны, с точки зрения смотрящих зрителей, а именно. Первая партия, которую мы только что пронаблюдали, она была из категории незрелищных, достаточно несложных для понимания. Игроки двигались в сторону дома практически бесконтактно. Игра была в этом смысле не интересной с точки зрения замыслов, тактических. Был очень простой рисунок игры. Понятно, как я уже говорил, обои игрока, мы бы его придерживались, бесконтактность сохранилась, и игра закончилась быстро. Ну, это как раз одна из возможных вариантов, один из сценариев развития игры в нарты. Но есть масса других, я думаю, сегодня мы увидим все, или как минимум очень много из них. Так, задумался, задумался, Михаил, заносить и закрывать. Ну, надо бить шашку. Да, ну, вот он решил, да, я бы тоже так сыграл. Нет, я бы бил шашку, уже есть, начинаем строить дом. Ага, а он, да, переигрывает. Да. Переигрывает, да. Вот этот вариант. Я бы бил шашку и дальнюю раздвигал. Раздвигал бы дальнюю шашку, начинал движение с темпом. Компьютер. Компьютер вам в помощь. Это ваша ошибка, Михаила. Вот этот ход 8-7-7-4, то есть ударить и пробежаться. Компьютер отметил красным цветом. То есть не лучший ход. Мы не успели посмотреть, какой был лучший. Так. Ну, здесь тоже, наверное, не самая приятная ситуация, потому что оба желтых, которые находятся в доме у Варданяна, их вытаскивать было смысла никакого. Ну, здесь дилемма. Либо закрепиться в доме зеленых 2-1, либо ударить шашку. Но пятый пункт считается очень сильным, поэтому компьютер правильно подсказывает 23-20. То есть в доме зеленых взять пятый пункт, стоять стабильнее, уже спокойнее играть против отставшей шашки зеленых. Двойка не самая хорошая. Ударик можно, наверное, взять полутемп, выиграть, чтобы у желтых не было полного хода. Вот это несчастье. Вот это несчастье. Желтые, как мы говорим, протанцевали. Это означает, остались сбитыми на баре. Сергей расстроен. Но сейчас зеленые могут развить, если удастся что-то подбить. Нескладный бросок. Не могут закрыть голую шашку в доме, видите, на втором поле. И подбить вторую. Да, это активный ход. Самый лучший, наверное. А не лучше было закрывать? Ничего не можем закрыть. Третье поле. Надо побороться за пятый. Это Микаэл понимает. Я думаю, он все-таки найдет это решение компьютера. Это он сейчас просматривает. Мы в Нардах, в отличие от шахмат, поскольку та или иная позиция требует глубокого просчета, в том числе и с применением теории формул вероятности, разрешается трогать шашки, поставить на то место, куда они приходят в соответствии с броском, посмотреть, вернуть, что сейчас Микаэл и делает. И все-таки рассмотрит ход удар. С тринадцатого поля в пятое. Спустить и ударить. Это активная борьба за пятый пункт. Пока нет куба, надо бороться за пятый пункт. Да, это верное решение. Я не удивлен. Удачный бросок. Важно было подбить одну шашку именно в пятом поле. Продолжится атака в пятое поле, видимо. Да, уже тут зеленым только проатаковать борьба за пятое поле. Активно идет с двух сторон. Опять желтым удается выбить зеленых. Вот уже немножко игра стала подинамичнее. Очень острая, очень острая пошла игра. Тут надо брать уже пятый пункт в доме желтых. Ударов нету, закрепить нету. Что Микаэл делает, берет пятый пункт. Вот эта партия кардинально отличается, как я уже предсказывал, от предыдущей. Здесь много ударов. Построение полей, взятие пунктов в домах, в доме у оппонента, с той и другой стороны. Борьба будет долгой в этой партии. Ситуация такая, которая пока не располагает каким-то резким движением. К тому же удвоению еще ничего непонятного. Да, много непонятного. То есть я говорю, эта партия предстоит быть не короткой. Я бы сейчас спросил, прошу прощения, у телезрителей. Кому вы отдаете предпочтение вот в этой позиции? Дам очень короткую справочку, на мой взгляд. В конечном итоге, это игра на опережение, кто первым выбросит шашки. Визуально видно, что желтые впереди, как мы говорим. У зеленых четыре шашки оставших. Поэтому, как бы ни стояли шашки, сейчас в любом случае перевес у желтых. Так, и достал. Достал 6-4. Удачный бросок, но вот хорошие 5-4, спокойно зарядились. И дальше всю дорогу надо вставить на эту, выйти дальше, поставить на свои две шашки. И по-прежнему продолжать. 5-4 на голову, да. Мы говорим, зарядился. Так. 6-2. Что с зеленым делать? Спустить две шашки. Ну, наверное, закрывать. Да, вот эту шашку. 15-й ход. Нет? 15-ю ячейку. 11-ю. А, 11-ю, прошу прощения. Спустить с 13-го поле двойку и спустить эту же шестерку, потихонечку начать строить дом, как желтые делали в предыдущей партии. Потому что здесь контакт очень вероятен, и зеленые должны построить дом. Поэтому надо спустить две шашки, что Микайло делает. Ну, да, вполне логично. Вполне логично. Желтым нужны хорошие броски. Взять хоть что-то в доме или на подходе к дому еще один пункт. Или вот так вот закрыть. Да, даже это очень хороший ход. Не знаю, правильно или неправильно, но мне он представляется, ну, как минимум красивый. Мы построили четыре подряд, взяли пункты. Это называется прайм. Прайм из четырех полей. Даже не боимся подставленной шашки. Ну, варианты. Петухов. Не хочет подставляться, безопасно движется. Ну, вот компьютер показывает вторую альтернативу посильнее. Взять тот пункт, это второй по силе ход компьютер показывает. Да, Сергей нашел лучшее решение. Просто безопасно продвинул шашку. Пять-пять, по-моему, да? Да. Вот то самое, так как мы говорим, джокеры, которые позволяют желтым одновременно и быстро, и без шанса быть подбитым, перемещаться в сторону дома. И они уже выстроились в угрожающей позиции, очень близко к удвоению. Очень близко к удвоению. Да, вот у камней, которые находятся... Поскольку зеленые отстают... Да, в доме. Вот это по скорости немножко подровняет шансы. Сейчас мы посмотрим, как... Ну, вот нам компьютер показывает. На 26 очков отставали, теперь всего на 2 очка. Так что погонки подровнялись, и до Куба уже не так близко. Ну, и двойку там же, наверное. Там же что вы имеете в виду? Продвинуть до конца? Нет. Спустить вы имеете в виду с шестого поля вдоль? Да, да. Да, можно стероидом. Сережа, это вариант рассматривания. Можно занести в дом шашку, я бы заносил. Или так, да. Да, тут надо уже быстрее двигаться в дом. Это так называемое противостояние в пятом поле против приближающихся шашек. Желтые сейчас ждут какого-то удачного броска, чтобы разгрузить две отставшие шашки. Что-нибудь типа 5-3, 5-2. Так, чтобы спокойно их разгрузить, ничего не подставляя. Ну, у Микаэла-то только пятерка может спасать. Ну, ничего не может. Это нет необходимости. Сейчас, обратите внимание, гонка – это всегда критерий состояния позиции. Сейчас у них по гонке одно очко разницы. Поэтому зеленые еще есть достаточно тайминга, времени, чтобы кинуть или найти какой-то дуполь. Как говорил Юрий Яковлев в кинофильме «Берегись автомобиля», какой детектив без гонки. Да, какой детектив без гонки. Очень классное сравнение. Эльдар Рязанов, видимо, знал наперед, что нарды будут популярным видом спорта. Но я не уверен в том, что он играл в нарды. Хотя, наверное, по внешнему виду он такой, который мог посидеть за доской. Он мог, постараясь узнать, кстати, интересный факт. Я знаю, что Георгий Данели играл в нарды. Это естественно. Тут ничего удивительного, да. Ничего удивительного, да. А вот то, что Эльдар Рязанов… Так, тем временем желтым не удается разгрузить. Это одиннадцатый пункт с их стороны при входе в дом. Видите, застряли две шашки. Исчезают опоры, на что можно было бы опереться. Ход 6-1 такой, что можно и подержать ту шашку. И вот это до конца пойти, да. Чтобы было побольше опор, чтобы были бросков побольше хороших для желтых. 3-2, 5-2, 5-3, как я уже говорил. Ну и любой дуполь устраивает желтых, кроме 6-6. 6-5 это не есть хорошо. По-прежнему не удается разгрузить ничего. В любом случае здесь нужно… Это единственный ход, он здесь очевидный. В любом случае нужно ломать эту стену. Состояние гонки, обратим внимание, по-прежнему одно очко впереди Микаэл. И сейчас 11 очков решил прямо сейчас, пользуясь тем фактом, что две шашки голые в желтых в доме. Обратите внимание, он не боится удара по одиночной шашке. Не вижу броска, который все закрывает. 3-3 только, наверное. Да, 3-3 закрывает. И 1-1. Это будет Джокер, то, что мы говорим. Сергей сможет и сбить шашку, и закрыть все одиночно стоящие в доме. Да, повисло такое. Гнетущее напряжение. Микаэл считает вариант. Или потерпеть. Решил потерпеть. Ну, может быть, стоило побежать уже. 6-1 был бы неплохой удар, если мы не говорим, что слагать там наклонение. Но 11-й пункт бы разгрузили. А вот сейчас подставляться приходится. Вот это шанс. Но несложно почитать из 36 бросков. На досуге почитайте. Ровно 11 бросков из 30 возможных дают двойку. А нет. Но план Б, как мы говорим. Сергей просто побежал. Микаэл просто побежал. 16 очков на дороге не валяется. Он просто рванул. И у него хорошее построение в доме. Очень ровное. И сейчас он будет на 17 очков впереди. Если я не ошибаюсь. Нет. Это я, видимо, отстал. Состояние по гонке. 16 тут не может быть. 2 очка. Ох. Ответ достойный. Это называется выпросил. Достойный ответ. Выпросил. Да. Да. И сейчас небольшое преимущество такое. Ну, это состояние гонки нам показывает. 58 на 63. 5 очков. Желтый впереди. Достаточно ли это для удвоения? 58 на 63. Вопрос от общей дистанции. Да. Сергей считает это достаточным. На своем броске он зайдет и одну шашку выбросит. Потом Микаэл зайдет двумя. Сергей выбросит еще две. Это будет перевесок. Ну, у Микаэла хорошее расположение. И это точное решение. Потому что если первое и четвертое поле освободятся, возможны варианты, когда надо переигрывать. Поэтому надо удваивать и надо принимать. И компьютер говорит об этом. Правильное решение за желтых удвоить. Зеленые должны были взять. Но не везет тут Микаэлу. Сейчас уже тот самый случай, когда мы говорим, когда все играют одинаково. О, вот это подспорье. Это подспорье, несомненно. Хотя пятое и четвертое поле... Нет, нет. Желтые уже опережают с таким крупным дуплем. Опережают. Вот и 5-1. Не самый хороший, но 5-5 было очень. Но тем не менее. Так, секундочку. Не все просто. Три шашки долой. Догоняют. 2-1. Приемлемо. Главное желтым не кидать пятерку, а зеленым не кидать тройку. Это их, как говорится, слабые места. Но вот та самая тройка. 9 шашек выбросить надо желтым. Уже 7 остается. А зеленым после 5-4 тоже 7 шашек. Но первыми начинают желтые. Тот самый перевес пока сохраняется. 3-1. Не лучший бросок. Сергей улыбается. Понимает, что 4-2. И 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 4-2. Выбросить 2 шашки. И 4-2. И 4-2. И 4-2. И 4-2. Куш. И 5-2. И 5-2. И сейчас это не профессор. И 5-3. И 5-2. И 5-2. И 5-2. И 5-2. Это как раз тот самый риск, который необходимо осуществлять в рамках развития игры. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, что я сейчас рассуждаю с позицией, ну, если хотите, дилетанта, да, с позицией человека, который рискнул бы. Но абсолютно справедливо то, что в этой игре риск, он, я бы сказал, просчитываемый. Вот, да, очень точно заметили, Григорий. Вот это просчитываемый риск, и поэтому надо, надо исходить из того, что... И счет сейчас на табло. 3-0. 2-0. Хороший удар в доме. С темпом берем еще один пункт. Да, но это вот удар из категории стандартных. Вот, кстати, сейчас интересный был момент. Был некорректный бросок, он не состоялся. Два игральных кубика не легли гладко на доску, и был переброс. В этом случае фэрплей показывает, что надо переставить часы туда-сюда, чтобы игрок, в данном случае Микаэл, не терял на этом время. Ну, я вообще обратил внимание, интересно, вот Микаэл сначала закладывать... Знаете, когда из дома уже выбрасывает шашки, он кладет шашки, да, в ячейку, потом нажимает на часы. Некоторые делают наоборот. А Петухов делает наоборот, да. Экономит, экономит секунды. Да, 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 да. Вот компьютер... Ну, 5-4, не стоило выходить, не стоило выходить. Надо было стоять в пятом поле, поскольку там возможно было и закрепиться. Ну, не так сильно сказал. 2-2. Это очень хороший бросок. Получается прайм из шести с дырочкой. Почти полный прайм с одной дыркой. Это очень сильная позиция за зеленых. Сейчас очень близко куб. Сзади всего одна оставшаяся шашка. Это единственный минус зеленых, который несущественно в этой позиции. Без куба ее играть нельзя, эту позицию. Сейчас 6-2. Без куба играть нельзя. Моментальный куб. Тяжелый, но тейк. Компьютер показывает тяжелый, но тейк. Во втором поле все-таки есть, как мы говорим, якорь в доме зеленых. Можно попытаться как-то отжать ту одну шашку, убегающую или пытающуюся убежать, как-то ее подзапереть. Но эта перспектива такая, не самая радужная. Но компьютер прочитывает очень глубоко и показывает, что здесь сдаваться хуже, чем принимать этот куб и играть с кубом в своей стороне. Сергей это видит. Это очень сильный тейк, как мы говорим, взятие. По сценарию должна была быть или один, или три. Ну не всегда по сценарию. Мне любая практически единица, я сейчас беру 5-е поле. Вот Сергей говорит слух. Если сейчас любая единица, я сейчас положу ее в 5-е поле, как одиночную шашку. Без 5-го поля я здесь не смогу удержать. Но нету, только тройка. Посмотрим. Альтернатив много. 5-3 садится. Нет, в 5-е поле не берется. Можно взять 3-е поле, можно ударить в 1-е поле. Нет, с 13-го 5-3. Нет, там с 12-го не идет. Дырочка, он на голову идет. Вот надо бить в 1-е поле, попытаться выиграть темпы, если вдруг зеленые будут танцевать. Не идет. Удачный бросок 5-4. Зеленые выбежали на свободу, так скажем. И не удалось их подбить. Вот теперь у зеленых существенный перевес. Вот в этой позиции уже, если бы был бы куб, то пас. Поэтому тут очень важно в Нардах своевременно давать куб, чтобы добирать в матче каждое очко, которое потом, может быть, с трудом будет даваться. Ну, с 13-го поля, я вот сейчас смотрю, с 13-го поля закрыть пятую, вот когда 5-3 был счет. Там 5-3 с 13-го поля, у желтых не было шашек, у них были на 11-м, они не попадают в 5-е поле. Я говорил про зеленых. А 5-3 они не кидали, желтые кидали. А желтые кидали. Поэтому они ударили в первом поле. А, ты господи, боже мой. Давайте я сейчас напомню про пипсы. Конечно, здесь желтые очень сильно отстают, у них 137 очков надо пробежать, чтобы выбросить, а у Микаэла 101 очко. То есть почти на 40 очков, чуть меньше. Потом 11-2 ходов блендер. Игроки по ходу игры уже обсуждают, какой ход был бы точный, какой блендер. Блендер означает с английского зевнуть, зевок. Именно так мы и переводим. То есть зевок, грубая ошибка. У зеленых нет проблем. Идеально было бы взять 5-е поле, но и без него они спокойно входят в дом. Но контакт сохраняется до конца, когда даже зеленые начнут выбрасывать. На это рассчитывают желтые, поэтому надо сейчас построить дом. Взятые в углу первое поле желтых не очень нравятся Сергею. И понятно, что лучше бы эти две шашки были слева и строили бы прайм, помогали. Ну и тем не менее, поинт в томе это всегда поинт. Поинт, пункт одно и то же в данном случае. А у зеленых сейчас проблемы технического характера. Надо очень грамотно постараться в соответствии с выпавшими значениями игральных кубиков, ЗАР, как мы их называем, входить в дом, чтобы минимизировать шансы подставиться. Минимизировать. Мы не знаем, что выпадет, но минимизировать или сыграть неаккуратно, то есть плохо, это две разницы большие, как говорится. Вот Микоил сейчас на каждый бросок 6-1. Единственный ход не подставится. Вот теперь уже нехорошие номера для зеленых. Шестерки, тройки, единицы. И эти две шашки не будут возможности сдвинуть их. Не будет возможности сдвинуть их и зайти в дом. Он должен кидать без шестерки, без тройки, без единицы. И без тройки. И без тройки, да. Ну, если только не 3-1, условно говоря. Тоже подставится. Ну, подставится, потому что откроется под шестерку. Он не будет подставляться. Зачем? Такой перевес, который сейчас иметь, давать шанс на удачу 30% или что-то около того. Нет, нет, 3-1 вообще бесполезный ход получается. Да, просто надо переигрывать в доме. 2-1 с единицей. Видите, не удается завести шашку. По-прежнему Микаэл ждет удачного броска. А желтые продолжают быстро, насколько это возможно, подстраивать дом. В случае, если удастся, в случае контакта, подбить зеленых. Но для этого они сначала должны открыться. Сейчас происходит следующее. Неаккуратно сыграл бросок 6-2. Желтый Сергей. И сейчас надо поправить позицию в соответствии с ходом 6-2. Два дочка где-нибудь сыграть или что? Два дочка. Верни, я не могу прогрессовать. А, подожди. Сейчас, ты помнишь? Мик, ты тоже сейчас ход сделай назад. Давай, 3-6, 3. Два-1 играли зеленые. Ты далеко не уходи, ты скажи, где исправить. Да, ну сейчас пусть остановим. 6-2 там вроде было? Сейчас странно. Я чуть-чуть не заметил. Ну сейчас скажет он, да? Так, интересная ситуация. Вот так, 4-3. 4-3 он играл. Перед этим зеленые кинули 2-1. 2-1 нужно сделать, а 2-1 назад? 2-1 уже Микаэл сделал назад. Не помню уже. 2-1. Ты точно помнишь 2-1? Я не помню. 2-1 было. Не простая ситуация. Как раз мы когда обсуждали с вами, будет ли 3-1, как его играть, Микаэл бросил 2-1. После этого 4-3. А вот до 2-1, до 2-1, я не помню броска 6-2, может быть он и был достаточно кратичный. 6-2 нет, 6-2 не было. Кидал ли Сергей 6-2, нет, я не помню. 3-1 мы предполагали. Это мы предполагали за зеленых. И они бросили 2-1. А вот перед этим броском мы сейчас посмотрим. 5-3 был бросок. Зеленый правильно ставит шарф. Вот перед 2-1 было 5-3 и 6-1. 6-2 вообще не было броска за желтых. Да, не было такого броска. Однозначно не было. 6-2 я пошел, что он хочет. 6-2 я пошел. Нет, сюда поставим. А, сюда поставим. Ну вот, наконец-то. Петухов признал. 2-1 пусть он сейчас проверит. Пусть зеленые шарфы проверят. Сейчас остановили часы игроки. Да, у нас первый раз такая ситуация. Бывает такое, очень редко, но бывает, что игроки могут неаккуратно сделать шарф. Через 6 секунд. Все, такая позиция, да? Вот бросок 6-2. 6-2. Ну, подождем. Так, ну, зажженный свет означает, что игра возобновляется. В данном случае пауза была не на пользу Сергею. Не точно, он отстает в счете. Но, тем не менее, он виноват в этой паузе он, если так можно сказать. Борьба продолжается. Смотрим, что происходит. Мы помним, проблема зеленых завести две шашки. А задача, не проблема, а задача желтых быстренько построить дом. Смотрим очередной бросок. 2-2. Есть удачный бросок. Две шашки завели в дом. Но теперь уже гораздо меньше проблем у МКЛ. Аккуратно сносить их, выбрасывать не подставляясь. Ну, тоже зависит от бросков. Но не так много плохих бросков здесь пока не видно. Вот эта двойка плохая, потому что больше как вот так не сыграешь. И вот появились броски 6-4. 6-1, 5-1 за зеленый цвет. Желтые не успевают пока построить дом. Вопрос, начинать ли бег. Потому что сыграв там на той части доски шестерку, эта шашка окончательно выпадет из борьбы. Ну да, она уйдет на первое поле. На 24-е поле. Да. Поэтому Сергей решает начать движение. Но компьютер... И вновь 5-2. Да, но сейчас неважно. Да, это очень опять удачный бросок для Микаэла. Микаэла разгрузил шестое поле, как мы говорим. Разгрузил безболезненно. Небольшие шансы остаются на контакту желтых. А Микаэл продолжает выбрасывать шашки. Марс здесь будет очень маловероятно. Очень мало Марсов. Проблема только о том, чтобы не подставить. Но Микаэл поддерживает. Марс это когда, напомню... Вот 2-2, шикарный бросок. Сейчас Марсы добавили. Что такое Марс? Это когда один из соперников выигрывает партию. То есть выбрасывает все свои шашки раньше, чем оппонент. Но при этом оппонент не выбросил вообще ни одной шашки. Ни одного, да. Желтые выбрались из тех пут, в которые посадили их зеленые. Отправив на бар. Ну, уже желтые 2 шашки перед домом. Очевидно, не успеют зайти в дом и выбросить даже не одну шашку. Ну, это такое слабое утешение. Слабое утешение. Очередное поражение в 2 очка. Что не свидетельствует о перевесе класса одного из игроков. Что хочу сказать. Класс игроков мерится точностью игры. Давайте посмотрим. У Сергея Петухова компьютер показывает 1.94. А вот у Микаэла 4.52. Что это за цифры? Чем выше цифры, тем похуже, так скажем. Это отклонение от абсолютно точной игры. Компьютер показывает постоянно, считая, показывает в конце, насколько отклонились игроки по ходу нашего матча от абсолютно точной игры. Сергей отклонялся гораздо реже. Очевидно, что удача. Такой показатель тоже есть. Мы потом его посмотрим. Удача чуть больше на стороне Микаэла. Да, отклонялся реже, а проигрывает 0.5. Да, это возможно. Но еще, как говорится, не вечер. Пока мой прогноз сбывается, будем так говорить. Это да. Я готов был сейчас об этом сказать. Но вы... Но еще не конец. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит думать. Нет, я бы похвалил. Так, снова борьба за поля в доме у каждой из сторон. Зеленые хотят с темпом что-то взять. Вот еще раз попытка взять четвертое поле. А желтые отбиваются. Но сейчас зависит только от броска. Тут сейчас... Ну, 5-3 не попали. Не попал. Но берет пятый пункт. Очень важный пятый пункт. За счет этой борьбы желтые получили перевес. У зеленых третья шашка отправилась на край доски. Видите, там, причем не развиты. Все стоят в первом поле. Вот такой 4-4 моментально исправляет эту ситуацию. Не успел я о ней еще даже договорить. Сразу взяты два важных поля. Пятый в доме. Две шашки Микаэл спустил сюда вниз. И позиция подравнялась. Желтый впереди, поэтому чуть лучше. Будем так считать. Такой прайм строит. Микаэл, это совершенно верная тройка. Обе спустить, да? Обе вниз. Прайм из пяти с одним, так скажем, просветом. С одной дыркой. Здесь надо поагрессивнее играть. Да, Сергей правильно понимает. Надо просто спустить, не бояться удара. Если зеленые не попадут, взять это поле с темпом. Вот они не попали. Не попали, не попали. Надо бежать. Прямо сейчас, пока нет дома, быстро бежать. Желтым надо взять. Вот этот не получилось взять пункт. Надо строить дом. Как говорит один мой знакомый, душечка всегда должна быть, а ее нету. Надо эту голую шашку нести в дом, ставить на четвертое поле и строить дом начинать. Совершенно верно. Ну, что он и делает. Да. Два-два. Стоит та шашка, неудачный бросок. Витер не может двинуться. Сейчас передвинет немножко прайм. Поближе к дому вот эти две шашки. Совершенно верно. И одну в дом занесет. И одну в дом, да. Сейчас желательно попасть, конечно, Сергей очень хочет. Не попадает. Не складывается что-то по, как мы говорим, по масти. Надо погибче. Вот так, да. Шесть спустить и пять в доме. Позрачно построить. Зеленым надо быстро выбегать. Не самый хороший бросок. Ну, как говорится, не самый плохой, но и не самый хороший. Да, ну, здесь шесть и два в доме. Да, тоже так погибче. Сейчас Сергей, чтобы не бросил подстроить в доме, закроет открытые шашки как минимум одну. Тройку заведет в дом. Или вот так. Или вот так, да, да, да. Потому что четверки не находятся хорошие. Это очень хороший ход. Потому что если взять тройкой, то четверку придется спускать в доме 6-2. То есть еще дальше загонять к краю доски две одиночные шашки. Лучше взять третий поезд. Сейчас Сергей Петухов сидит и думает, господи, играл бы я лучше в шахматы, а? Да, да, да. С тем же Микаэлом. С тем же Микаэлом. Я бы ему показал. Ох, я бы его порвал на части. Вот этот ход мне не очень нравится. Сначала я угодил тройку, а вот сейчас я смотрю, мне не очень нравится. Далеко стоя туда. Так, 6-3. Опять строим дом. Я бы с седьмого поля разгружал обе шашки. Нет, компьютер показывает 13-4, да. Это безопасно. Потому что эту шашку одиночную, если ударить, две зеленые в доме. Голых, видите, поэтому не боится такой дальний удар предоставить. Тем более, что зеленые не попадают. Строим дом. 2-1, да. Другого не видно. Можно 2 сыграть, 1 спустить. Это, кстати, было лучше. Можно было с 20... Какого там? С 20... Нет, нет, за желтых взять двоечку сыграть второе поле, а единичку спустить тринадцатого, чтобы единичка не была никогда полным пунктом. Видите, сейчас снова в краю доски у Сергея первое поле занято готовым пунктом. Ну, сейчас технические перестроения. Он максимально пытается построить дом. Не очень хорошо получается. Броски не самые хорошие. А Микаэлу не удается вырваться двумя шашками. Надо кинуть на обоих кубиках, чтобы выпало больше, чем... Больше трех. Да, четыре и больше. Шесть-пять надо терпеть, заводить в дом. Убегать нельзя из зеленого дома. По гонке сейчас абсолютно равная гонка. 105 на 105. В таких случаях поле в доме оппонента разгружают в самую последнюю очередь. Терпим, ждем дупля. Все, что можно, играем на подходе в дом. А вот здесь 6-2 неудачный бросок. Не самый хороший. Да, придется бежать прямо сейчас, поскольку две желтые шашки. Ты там все равно оставляешь одну открытую. Ну, там две голые желтые. Ну... Другого нет. Здесь еще хуже. Вот именно так. Всю дорогу. Это лучший ход. Там две голые. Еще надо попасть в эти две. Какой-то очень исключительный бросок. Типа 2-1-1-1-1. Ни таго, ни другаго, ни третьего. А вот 4-4 это хорошо для гонки. Это для гонки, да. Это убегать. Это убегать. Ну, и если меньше... Еще имя же до конца. А, это уже сыграл двое голова. Все, все, он сыграл, да. Сейчас чуть-чуть впереди должны быть зеленые. Желтые, извиняюсь. На три очка впереди после этого хода, да, будут? Да, Варданяну сейчас только больше семи в сумме надо набирать. Нет, даже побольше тоже нужно быть впереди. Ну, больше семи, я имею в виду. Только не... Убежать оттуда. Да, 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 да. Не 5-2. Ну, сейчас мы посмотрим гонку после этого хода. Сейчас посмотрим гонку после этого хода. Потому что вопрос, есть ли здесь куб. Если Микаэл прорвется оттуда, но он не спереди. Микаэл сзади. Тут не на чем думать, надо кидать. Это Сергей может думать над кубом. Ушел. А вот вопрос, надо ли бежать. Он считал гонку для того, что если он сильно сзади, то вот, как я уже говорил несколько раз, просто бежать не имеет смысла. Лучше там стоять и искать контакт. А почему сейчас он два не заводил? Нет, он подготовил дом. Он сейчас ищет контакт. Он все равно 6-3 сыграл на доске. Видите, 4-1. Дальние две шашки страшновато разгружать, потому что 7 очков сразу прибьют ее. Поэтому в доме играем. Он сдерживает вход в дом, играя все, что выпадет на этой стороне доски. Он, я имею в виду, Микаэл. Ну, с 23 на 24, что здесь думать с единицей-то? Все равно это отработанное. Да, да. Нельзя убирать с четвертого поля. Да. Ну да, так и сделал. А вот теперь уже имеет смысл бежать, это 20 очков. Раз, два, три, еще одну в дом. Что по гонке? Подравнялись. 68 на 73, но 8 очков. И получается 65 на 68. Равная гонка. Равная гонка. И опять лучше расстановка в доме у Микаэла. Да, но пока не будет крупного дупля. 6-4 очень хороший. Две в дом. Да, четыре. Да, если сейчас... Ну, Микаэл, если бросит шестерку, пять, я бы не торопился. Я бы передвинул единицу в доме. Не заводил бы. С шестого на пятое поле, чтобы пятерок было... Чтобы не так много шестерок потом искать. Сейчас мы выбросим две шашки или одной роли не играет. Три-два. Шесть-пять. Пока шестерки оправдывают себя. И уже опережают по гонке, выбрасывают. Сейчас Сергей задумается. Тем более отстает он по ходу сессии. Хотя это абсолютно не важно. Счет не влияет на принятие решений. В отличие от матча. Но здесь уже разница в гонке позволяет поставить куб. И Сергей находит этот куб и ставит его. Посмотрим, какое отставание. 35 на 48. 13 очков это очень много. Это больше, чем 20%. Это пас. Но вот это вот почти голое... Это пас. Неважно. Это пас. Это пас. Не хватит бросков Микаилу без крупного дупля обогнать. Ну вот, как говорится, размочили. Счет 5-1. Ну, чуть изменилось. Конечно, улучшилось настроение у Петухова. Все понятно. Ну да, какие-то шансы появились. Догнать сегодня. Больше в первом круге они не встретятся. У нас, напомню, регламент турнира. Это круговой первый этап регулярный. 12 участников турнира. Каждый сыграет с каждым по одному разу. Это 66 матчей. 33 недели. По итогу первого круга, первого этапа, вернее, кругового турнира, 8 лучших пройдут плей-офф. А баланс каждого матча, это есть его результат. Но сейчас на моменте плюс 4 имеет баланс Микаил. Если бы матч сейчас закончился, он бы занес в свою турнирную таблицу плюс 4, а Сергей минус 4. Итак, 11 матчей, полная арифметическая сумма этих балансов и будет итоговый результат. Да, у нас очередная партия, очередной гейм. Опять открытый дебют, удары. Борьба за поля в доме. Вот так. Зеленые препятствуют желтым что-то взять, возвращают их назад. Но желтый сейчас закрепится в четвертом поле, или в пятом, или в шестом ударит. Кстати, компьютер показывал продолжать атаковать, не дать закрепиться в этом поле. Зеленые закрепились. А могут и взять здесь седьмой пункт. Но я бы закрепился на той стороне доски. Да, я тоже шестой. Потому что здесь, на этой стороне доски, работы еще очень много. Седьмой пункт хорошо, но там... Вот это очень хороший один один. Но там важно встать спокойно, чтобы здесь начать что-то на этой части доски с зелеными шашками что-то попытаться построить. Билдеры есть, как мы говорим, строители. Вот 5-2 удачный бросок. Уже есть первое поле в доме. Пока неплохо. Так скажем, с удачей у зеленых неплохо. Да и у желтых в целом жаловаться-то особо не на что. Ну, если Сергей играл с хорошим показателем пиар, он называется, то есть качеством игры, отстает 0-5, значит, что-то было где-то в удаче. Это точно. Это, конечно. Перебрасывает шашку. Зарик лег на шашку. Надо гладко на доску. Ну, 6-5. Совсем неплохо. В количественном плане, не в качественном. Да. Приходится минимизировать количество ударов, но желтые попадают, и бить надо обязательно. И еще и в поле. Берем в доме очередной пункт. Уже что-то выстраивается. Эти партии пока, несмотря на то, что желтые отстают, имеют хорошее позиционное развитие. Видите, уже три поля подряд в доме. Сейчас постараются туда подтянуть еще шашки, потому что четыре отставших, значит, осталось 11. 11 никак не хватит нигде построить прайм, только из пяти подряд. Прайм это по две шашки, то есть готовый пункт друг за другом. 11 шашек хватит только на 5 таких взятых пунктов. Ну вот, зеленым удалось зарядиться. Где играть шестерку? Ну, похоже, что надо выйти до конца. Здесь, на этой стороне доски, нет хороших шестерок, не просматривается. Ну, выйти до конца и оказаться под ударом сразу трех. Остальное еще хуже, не трех, а двух. Эта шашка одиночная, она прямо не достает, 7 очков. Прямо не достает. Ну, четверки, единицы, да. 5, 2, 4, 3, 6, 1. Семерки никто не отменял, да. Такие, да, такие. Ну, вот этот ход мне не нравится. Сейчас отправить вторую шашку назад очень возможно. Ну, а что Сергей бросил? 4, 4, что ли? 4, 4 он бросил. Ну, это антиджокеры. Ну, не везет. Ну, не везет. В два поля занятых, и он не может зарядить шашку. Это 10% несчастья Сергей поймал. И еще одну шашку побил Микаэл. Да, вот о чем я говорил перед эфиром, в начале, вернее, эфира, что очень важна в этом виде спорта психологическая устойчивость. Вот видно сейчас, Сережа, Сергей немножечко вот прямо поддается эмоциональному воздействию нескладных, нечастливых бросков. Пытается это перевороть внутренне. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, сейчас зарядил две шашки, уже получше. Но зеленые получили темпы. Темпы, чтобы перегруппироваться на той части доски. Вот троечку накрываем, двоечку накрываем. Что-то стало чуть-чуть посимпатичнее. 4-1. Видимо, надо все-таки бить в доме, пытаться атаковать. Не страшно возвращать шашки назад, поскольку уже желтых там хватает, три шашки. Но при удаче, если вдруг зеленые не зарядятся или не побьют, достраивать дом. Потому что сейчас сила желтых только в угрожающем доме. Опять 4-4. Ну, что ж такое. Это тот самый фарт. Так, как зеленые используют эту паузу, передышку, возможности двигаться быстрее дальше. Спасают еще одну шашку, уводят из-под возможных ударов. Но борьбы еще очень много впереди. По-прежнему в три поля не зарядиться. Это 75%, что Сергей должен был бы зарядиться. Но он ловит несчастных 25. Уже второй раз подряд. Да, это многие игроки в нарды знают, что это за проклятие. Здесь нет хороших единиц, кроме как ударить в доме. 2-1, надо бить в доме, вторую шашку поднимать. У желтых там совсем нет материала. Вот этот ход нехороший. Я думаю, Микаэл его уберет в сторону. Не грубая ошибка. А вот, кстати, компьютер показывает. 6-3 надо бить в доме. Да, Микаэл увидел. Ну, Микаэл так компьютера не видит. Ну, безусловно. Но у него в голове компьютер. И это безусловно. Конечно, Сергей заряжается. Это хорошо. Но, конечно, опять не везет. Он должен был бы... Ну, ему хотелось бы подбить эту шашку. Зеленые улучшают позицию с каждым ходом. Желтые танцуют. Вопрос над кубом. Пока рано. Очень много работы еще по продвижению зеленых шашек сюда, к своему дому. А желтые стоят в пятом пункте уверены, контролируют весь так называемый аутфилд. То есть зону, секцию доски перед входом в дом. Полностью под контролем желтых. Вопрос все-таки, ход или двух они зарядятся в пятое поле или в первое. А зеленые пытаются на этом, как говорится, передышке проскочить как можно быстрее или подстроить что-то здесь. Сейчас 5-3 это джокер. 1-3 джокер. 4-3 это антиджокер. Не можем зарядиться. Опять не может. Опять не может посадить. Здесь 100% надо принимать. Не уверен был ли дабл. Не уверен был ли дабл. Ну, Сергей говорит, дабл хороший. Значит, так оно и есть. Похоже, удвоение было верным. 2-2 тоже хорошо. Это дуполь. Желтый по-прежнему танцует. А Микаэл быстренько продвигается. Насколько это возможно. Это издевательство какое-то судьбой. Вот сейчас 6-2 нехороший. Эти три шашки не ходят. Шестерка только один ход. Единственный ход. Поскольку если что-то нельзя сыграть, то хода нет. Но если есть полный ход, его обязаны делать. Вот сейчас очень важно зарядиться и попасть. Много бросков хороших, которые бьют. 5-6. Есть вознаграждение за это ожидание. Вот сейчас одна зеленая шашка. Если сейчас протанцуют зеленые, они не танцуют. Заряжаются быстро и прячут голую шашку. Ну, теперь против той шашки зеленые, желтые могут попробовать поиграть. 4-4. Очень хороший бросок. Взять там поле девятое. На той стороне, или она шестнадцатая. Вот эти две шашки. Закрыть шестерки. Здесь взять поле. И еще одну. Подтянуть сюда. Либо завести в дом угрожай. С угрозой, да. С угрозой проатаковать шашку. Вот этот очень стабилизирующий бросок. 6-3. Там молчат зеленые. В смысле не могут ходить. И сейчас много хороших бросков. В 9 ударов, чтобы побить с темпом и взять третий пункт. 6-5 не из этой серии. Надо терпеть и тащить шашку. Поскольку дом у зеленых все-таки хороший. Надо тащить шашку из дома. Вот так до конца. И надеяться, что зеленые не бросят ни пять, ни четыре. И не проскочат мимо вот этих. Не бросили. Зеленый улучшает дом. Но сейчас по-прежнему 9 бросков хороших за желтые джокерны. Как мы говорим, джокеров. Но сейчас походу надо бить. 4-2. Или терпеть. Решил терпеть. Компьютер подсказывает терпеть. Очень сильный дом. И уже куб стоит в игре. Так что правило якобы означает, что возможно Марс с кубом это будет 4 очка. Вот пятерка хорошая. А тройку где играть, думает Михаил. Либо до конца бежать. Да, в доме. Либо до конца бежать. Он считает количество ударов. Сейчас количество ударов, если останется, это все единицы и 9 очков. А вот здесь их побольше ударов. Надо было играть, как говорит мой коллега-комментатор, в доме тройку. Было бы меньше ударов. Сейчас бьют все пятерки. Прямые пятерки в наборе и 9 очков. Не повезло. Опять. Не попадает. Не попадает в пятерку. Опять не попадает. Но еще проблема у зеленых разгрузить 11 пункт. Видите, две шашки стоят. И эта шашка сейчас, кстати, не убежала. Она не убежала. Она не может зайти в дом. Она упирается в две желтых. Улыбнулись игроки этому пакту. Еще один шанс. Я сейчас в доме у желтых сильных. Очень близко, если попадут желтые к перевороту. Куба. Опять не повезло. Не идет крученый пас. Сядь на лавочку в запас, как говорят. Вот теперь удачно. Спрятал шашку. А у желтых сейчас другая проблема. Они не могут так долго стоять этой парой здесь и парой здесь. Видите, надо сейчас какую-то разгружать пару. У зеленых есть темп 5 и 1. Сейчас, если будут маленькие значения, нужно Сергею. Очень маленькие. Не есть маленькие. Что-то надо двигать. Раз, два и две тройки найти на этой стороне доски. А, можно перейдать в доме. Зачем? Внутри переиграть. В доме, конечно. Но пятое поле отдавать, даже если удастся подбить, потом эту шашку будет не удержать. Ну, это далеко идущие предположения. А так, конечно, вот по логике постановки камней сейчас. Мне кажется, надо играть в доме. На самом деле, вот эти две шашки, которые ближе к зеленым, можно убрать. Потому что вот это вот 6 очков в зону. Зеленым перевалить очень тяжело. Какими бросками? Мы их не видим, кроме дуплей, согласитесь. Ну, да. Вот сейчас уберите две желтые, которые стоят рядышком. Туда дальше. Вот обе тройки сократим. И как разгружать? Вы сами говорили о теории вероятности. По-моему, в Нардах еще в большей степени ценится теория невероятности. Здесь у Сергея, да, близко к этому. Ни разу не может нигде попасть. Поэтому вот это вот невероятное его, то, что он посадить не мог камень, сколько времени. Вот он считает. Время, время, ты идиот. Ну, время мы сейчас не видим. А вот сверху мы видим. Сколько у него на тайминге осталось? 12 секунд ему на этот гейм. Дальше надо играть быстро. А, я извиняюсь. Минута 14 у Сергея. Вот сейчас ключевой момент в партии. Сергей готовится к броску. Выдохнул, вздохнул. Не знаю, что он там делает. Микайл улыбается. Ключевой момент. Трясем Зары. И есть шестерка. Вознаграждение. Вопрос, как быстро будет переворот. Успокоился. Видите, отпустил, выдохнул Сергей. Откинулся. И сразу переворот. Обратим внимание на решение компьютера. Очевидно, это пас. Пока не прозвенел гудок. Сигнал об окончании 56 минуты. Игроки начинают новую партию. Да, если гудок прозвенит, они все равно ее должны будут закончить. Поскольку она началась. Вот этим броском партия началась. Это, видимо, последний гейм в сессии. Счет 5-3. Тем увлекательнее. Может быть, я ошибусь с прогнозом. Если сейчас Сергей выиграет. Сергей выиграет. Там очко. Или два. Или больше. В общем, видите. Эти партии совсем не похожи на первую. Которая была немножко скучноватая, может быть, для наших зрителей. О, не стал бить Микаэл. Да, потому что если бы там было две шашки сзади. А сейчас он впереди. Ему этот обмен ударами не нужен. А вот теперь его вернули назад, Микаэл. И вот сейчас будет снова борьба за поля. Далекий выстрел. Вот теперь будет бить с удовольствием. И, скорее всего, ей же и двигаться. Конечно, мы зависим от удачи. Все играющие в эту игру понимают. Но вопрос-то все-таки, как распорядиться той малой толикой удачи. Как наиболее оптимально найти ход, развить позицию. Как препятствовать неудаче. Вот это и есть мастерство. Вот это, видите, 6-6. Сейчас Микаэл бросил, не смог зарядить шашку, где было всего одно занятое поле. Это очень не повезло. Сергей продолжает атаковать. Пока Куба нету. Но приближает каждым ходом позицию близко к удвоению. На Кавказе в таких ситуациях говорят, Тарс пришел. Да. Незадача свалилась, что называется. Здесь уже можно было и проатаковать Кубом позицию. Скажем так, зеленый. Обратите внимание, вообще не развится структура. Все шашки стоят на своих местах. Абсолютно начальная позиция, и одна еще сбита. Ну, сразу просто принялись уничтожать друг друга резкими ударами. Это пас, поскольку нет развития. И у желтых огромный перевес на двух сторонах доски, несмотря на то, что они отстают немножко по гонке. У зеленых нет ресурса на игру. На контр-игру, я бы так сказал. Думает Микайл. Решил принять. Это ошибка. Это такое очень острое решение. Ну, сейчас посмотрим, удастся ли желтым реализовать тот перевес, который на доске мы видим. Это очень тактически точный ход в соответствии с выпавшими взарами. Мы начинаем строить прайм. Взяли седьмое поле. Сейчас неудачные броски были для Микайла. Он не может зарядить вторую шашку. Это важно. К желтым нужно подтягивать материал, чтобы постараться взять пятое поле. Так скажем, замарсовать, да, почти. Заколотить ту стенку, где зеленые начнут чувствовать себя крайне уже неуютно и стесненно. Да, ну, играем, играем. Да, последний гейм. Танцуют по-прежнему, не могут зарядить вторую шашку. 5-4. Не удается взять первое поле, может быть, оно не так важно, но сейчас любое поле важно. Чем больше взятых полей в доме, тем больше марсов. Обратите внимание, на той стороне доски, где сейчас Сергей пытается в что-то сходить, 6-9-10 шашек. Стало 11. Это достаточно, чтобы так называемый блиц провести. 9-10 шашек считается достаточным, чтобы сыграть блиц, замарсовать полностью весь дом, активно сбивая появляющуюся шашку и построить полный дом. Уже 12 шашек на той стороне доски, только двойку, наконец, зарядили зеленые. Тучи сгущаются. Тучи сгущаются. 5-1 надо бить. Да. Вопрос, забирать ли шашку. Обычно надо ее оставлять, чтобы идти за марсом. Надеюсь, что вот пропуск. Вот это очень. Это Джокер. С темпом две шашки. Сергей даже стал присел. Судьба устала, видимо, издеваться. Да, но он должен атаковать дальше. Уже ничего не остается. Как бить во второе поле. В надежде, что дом сильный и зеленый протанцует. И брать дальше стопом второе поле, атаковать пятое. Спасение. Спасение для зеленых от Марса. И вот сейчас игра может начать переворачиваться. 4-4. Не так плохо. Открытые шашки можно, потому что очень много голых шашек по доске их попрятать. Ну, а у зеленых хоть какая-то стабильность появилась. Но если где-то удастся подбить желтым одну зеленую шашку, дом у них очень страшный. Всего одно поле, в которое Микаэл может заряжаться. И Марсы по-прежнему будет возможным. Но надо еще найти эту зеленую шашку и попасть в нее. Но у зеленых нет структуры. То, о чем мы говорили в начале. Помните, перед удвоением, перед решением Микаэла принять или не принять, что у зеленых нет структуры. В начальной расстановке нет дополнительных полей. Вот сейчас любая тройка бьет шашку. Кроме 6-3. 3-3 их много троек находит. Сергей бьет и атака продолжается по ходу за Марсом. Срочно шашку туда давление и выводить отсюда. Пошире, да, пошире. Не боится обратных ударов. У него очень сильный дом. Вот сейчас надо кидать пятерку. Только в сумме выпало. Нет пятерки. Бежать срочно в сторону дома надо. Вот этой самой второй ближайшей шашкой, которая на 18-м поле, надо бежать до конца и приближать шашку. Вот это, да. Приближать вторую шашку сюда. Вот это очень неудачно. Пошел на самом деле. 5-5 был бы страшный ответ на удар. Опять спасительный. Микаэл вот это прямо так и говорит. Спасительный. Еще ударил в ответ. 3-6. Не попадает. Да. Второй раз был на волосок от Марса Микаэл и спасся, зарядившись в пятерку. Эту партию мы с удовольствием досмотрим до конца. Это будет последней партией в этой сессии. Думаю, что вот если сравнивать с остальными партиями, которые тоже были несомненно интересны. Это самое интересное. Да, острая, потому что очень близок Марса Сергей. Я бы не сказал, что вот Сергей не рисковал, да, в предыдущих партиях. Нет, он достаточно открытую игру вел. Но здесь еще, конечно, подначивает вот это отставание в два хода. Да. В два балла. 5-3 пока ведет Микаэл Варданян. И для Петухова, конечно, сейчас единственный шанс сыграть, ну вот, не просто с открытым забралом, а вообще снять шлем и выбросить. Дебют этой партии как раз это и предполагало, к этому ввел. Сергей с удовольствием пошел по этому мотиву, так скажем, поплыл по этому течению с удовольствием, потому что было много морсов на доске. Но сейчас позиция меняется. Позиция меняется, хотя зеленым по-прежнему угроза быть сбитым очень-очень существенная. Две шашки подбивать всегда хорошо, нет прямого удара. Оставлять одиночные шашки много обратных ударов. Надо прятать шашку. Прятать с девятого на восьмое поле, не давать желтым зарядиться и ударить. Вот это лучший ход, совершенно верно. Хоть что-то зеленое, наконец, изменили в структуре. Обратите внимание, взяли пятое поле в доме. Та одиночная шашка на одна, но нет угроз, там нет ничего из желтого цвета, как видите, на той стороне доски. А вот теперь придется подставляться шестеркой или семь очков давать, либо в доме. Ну, похоже, семь очков это лучше, чем прямая единица. Семь или десять достает желтыми. Обратите внимание, семь очков или десять. Смотрим. Одиннадцать. Не надо трогать эту шашку, она не бьется, Сергей. Но очень хотелось бы, да. Первый вопрос, где искать шесть пять? Микаэл так с улыбкой смотрит на доску. Понимает, что худшее, наверное, позади или надеется на это. Как минимум сейчас приятная новость, что его не сбили. Ну, можно сейчас порассуждать, а правильно ли был куб. От этого не означает, что куб был верно принят. Еще, во-первых, не все беды закончились. Но сейчас лучше, чем могло бы быть, скажем так. То есть, если было бы Марс, все-таки Сергей смог бы там прибить, как мы говорим, добить эту шашку одиночную, то Микаэл бы пожалел бы о том, что принял куб. Сейчас пока он считает, что... Он не уверен, что был прав, я так думаю. Но ему показалось, естественно, он не будет играть так, как не считает нужным. Он показал, что там тейк был. То есть, было взятие куба. И продолжает борьбу. Сейчас важно спасти одиночную шашку. Не все броски это могут. Вот это спасает. И тройка в том. Что у нас по гонке? 123 на 121. Но бросок Сергея. Вот что-то крупное, да? 5-5, что ли, да? 5-5, да. 5-5. Вот по гонке Сергей уходит в отрыв. По-прежнему сохраняет теперь шансы на победу уже по гонке. Контакты как-то потихонечку ослабевают, скажем так, или возможность контакта. Переходим уже в так называемую чистую гонку. Хотя еще шашки стоят так, что теоретический контакт возможен. Вот эти вот две шашки, которые здесь. Сейчас Сергей считает, надо ли их толкать до конца вниз. А, это уже полный ход, да? Да. 6-5 тоже хорошо. 11 очков. Обе вниз. 103 на 110. 7 очков впереди Сергей и его бросок. Еще плюс 6. 13 очков впереди. 97 на 110. Это мало. Надо брать четвертый пункт. Да, на выбросе пригодится. Сергея надо гибнуть крупной или с тройкой. Это плохо. А единица это из категории кошмар. Да, просто играем в дом и ждем крупных бросков. А вот он и пришел к крупным броскам. Опять Сергей вдыхает. Только пришел. Что же за матч такой? Он рассматривает такой ход. Обозначил позиции. Смотрит сейчас, что будет по гонке. Посчитать должен быстро. В гонке он уходит вперед и бесконтактно. Но на сколько вперед? Очков на 9. Если я правильно вспоминаю. А, Сергей еще 5. 4-1. 5 очков сыграл в промежутке. Ну, сейчас до этого броска. 92 на 107. 107 мы вычитаем. 24. Получается 83. 83 на 92. 9 очков впереди. Но кидать будут желтые. Это равная гонка. Он подровнял этим броском гонку. Чуть-чуть, как говорится, на пол корпуса вышел вперед. Чуть-чуть. Сейчас зависит очень много от бросков. Все, контакта нет. Пошла беготня. 3-1 мало. Очень мало. 6-2 гораздо лучше. Нет, ну у Микайла это, конечно, преимущество. Конечно, мы видим преимущество. 6-5 хорошо. 6-5 неплохо. Совсем неплохо. Вот три шашки прямо на входе в дом, а Сергею тащить две издалека. Очень важен дупль найти. Дупль. 4-4, 3-3, 5-5. 4-4 не пришел. 4-1. 6-3. Очень скоро переворот возможен. Кстати, я посмотрю быстренько на цифры. Сергей играет на уровне 1.87. А Микайл 4.29. Показатель пиара. 5-5. Вот что-то. Уже был почти готов Микайл перевернуть куб. Но 5-5 немножко вдыхает жизни в позицию желтых. 4-2. Не самый плохой, не самый хороший. Сейчас очень важно шестерки кидать Сергею в борьбе. 4-1 нехорошо. Ну, хоть что-то в этой ситуации, хоть что-то. 6-5, здорово. 6-3, отлично. 3-3 было бы лучше. Я не знаю, за кого я болею. Просто я болею за того, кто отстает. В данном случае за Сергея он отстает. 2-2. Это что-то мне напоминает из прошлого матча, если помните. Когда играли Ерохин и Пучков. Был такой бросок. Был такой бросок. За зеленых. В третьей партии или в четвертой. Ерохин выбросил, да. 2-2. И Пучков ответил 5-5. Это первая партия, когда был куб по 4, по 8. Так, что-то здесь интересное происходит. 5 шашек на 4. Микаэл думает, есть ли здесь переворот. Тут важно уже не сколько очки, а сколько бросков. Ну, у него построение-то, конечно, лучшее. Переворот. Да, Микаэл находит переворот. Компьютер говорит, да. И там пас. И там пас. И получается 7-3. Не меньше 4-х очков. Ну, в данной ситуации. Я имею в виду свой прогноз. Риск дел благородное. Не, не, не. Не хочется проигрывать еще 2 очка. Не хочется проигрывать. Так, все равно партия последняя уже. А какая разница? Это же суммарный баланс идет в итог турнира. В удовлетворении. В самоудовлетворении. Тогда да. Да, что рискнул. Если он возьмет и выиграет, он перевернет общий счет 7-5. Да, конечно, об этом и речь. Сдался. Сдался. Счет 7-3. Ваш покорный слуга угадал баланс. Как говорила в таких ситуациях Нона Мурдюкова, хороший ты мужик, но не орел. Это, кстати, о холоднокровии и психологической устойчивости. Молодец, Сергей. Надо поздравить его за это решение, за правильный пас. Ну, в любом случае, я не знаю, вот во мне все-таки вот такой вот игрок бунтует, что я бы играл до конца. Я бы играл до конца. Мне просто интересно было бы бросить вызов судьбе в данной ситуации. Кстати, не вы один, Григорий. Поверьте, многие инордисты могли бы принять здесь этот куб, посчитав шансы достаточными для тейка. В эндшпиле шахматист сыграл по-другому. Да, наш участник турнира нашел пас. Да, нашел пас, решил. Ну что, 7-3, хороший результат такой. Да, боевой. Я же говорил, очень агрессивная игра была с двух сторон, острый. Ну что, я думаю, что мы с вами получили эстетическое удовольствие от этой игры и от порой нестандартных, и с другой стороны, и стандартных решений игроков. Да, ну а перед тем, как начнется вторая игра, мы предлагаем вам некий элемент цикличности, да, потому что обязательно нужно напомнить о правилах. С чего все начинается? Когда игра становится игрой? Когда есть правила. Когда мы знаем, во что играем. Да. Ну а теперь, собственно, о правилах и целях этой игры, которую мы называем нарды, и в частности, о такой ее дисциплине, как короткие нарды. Начальная расстановка. Ну, играют два человека, это игра индивидуальная, у каждого свой свет, в данном случае я буду играть черными шашками. Расстановка следующая. В дальний левый угол две шашки располагаются, в дальний правый пять, вот так три и вот так пять. Красные, соответственно, располагаются абсолютно одинаково, симметрично по отношению к черным. Такова цель игры. Направление движения шашек, следующее, от дальних двух шашек и вот по кругу сюда. Ну, соответственно, красный, вот так. Как мы осуществляем движение шашек? За счет броска игроки ходят по очереди, что-то выбрасывают, например, 6-4. Это означает, я в любом месте доски, любой из одной из своих шашек могу сходить 6, а другой шашкой 4, или одной шашкой 6 и 4. И осуществлять это движение. Изюминка и сложность этой игры состоит в том, что если есть одиночно стоящие шашки, например, вот так, я выбросил тройку и хочу пойти раз, два, три, эту шашку я замещаю своей, а эта шашка считается сбитой и возвращается в самый начальный путь, то есть сюда за доску. Мы ее ставим здесь, чтобы не забыли. И вот это правило и усложняет эту игру, делать ее удивительной, динамичной и сложной тактическим и стратегическим аспект. Ну и конечная цель игры, это заведя все шашки в эту сердце, она называется дом, соответственно, это дом красных, продолжит движение за доску, это называется выбросить все шашки. Кто выбрасывает первым, тот победил. Ну вот, дорогие друзья, после очередного ликбеза, который провел Юрий Градыч Акопов, я с удовольствием хочу представить вам уже на позиции комментатора, победителя сегодняшнего матча, Микаэла Варданяна, мое вам рукопожатие и поздравление. Микаэл, скажите, пожалуйста, вот вы сколько раз в жизни играли с Петуховым? Очень много, я думаю, если все сложилось, то более ста. Вот сегодняшняя партия, она была какая-то особая или же вот нечто подобное вы могли бы вспомнить в своей практике? Ну, во-первых, это был мангейм, то есть вот в этом формате мы не играли, по-моему, никогда вместе. Эта особенность заключалась именно в том, что мы играли не матчевый формат, а именно вот каждый гейм значимый. И да, это был, ну, сильный перевес лака, я считаю, в мою сторону, удача была на моей стороне. Ну, в некоторых ситуациях вы там по пять, по шесть бросков посадить камень не могли. Да, не заряжался. Не заряжался. Не заряжался, да, пять бросков не зарядился, четыре, три, шесть, четыре. Ну, вот в первой партии у вас там был очень хороший вариант, когда два дубеша пришли подряд, дважды пять-пять привалило, как счастье. Я думаю, я пропустил очень много кубов в этот момент, то есть очень много места я мог удвоение поставить чуть раньше, и я пропускал шансы получить большее количество очков, скажем так. Ну, вот мы показываем сейчас как раз концовку партии, а в какой момент вот вы почувствовали, что игра моя? Ну, не знаю, просто мне стало легче, когда я зарядился в пятерку, конечно, потому что там могло быть четыре очка в пользу Сергея вполне. То есть, если бы не пятерка, то я думаю, четыре очка. Но рисковал Сергей, согласитесь, да, в последней партии? Ну, конечно. Такой открытые нарды такие шли. Ему надо было, да, ему надо было эти четыре очка. Да, но тут уже, конечно, Зарики сыграли свою роль тоже. На мою сторону, да. Мы с Акоповым говорили, когда по ходу комментариев, что он часто довольно-таки вспоминали, что нарды по теории вероятности — это нечто особое. Я, правда, возразил ему, что в нардах больше теорий невероятности. Это правда. Вы абсолютно правы, да. Такие, все, что нельзя себе представить, действительно случается. Это такая дисперсионная игра. Да, да, то есть невероятности хватало сегодня, да, хватало. Вы получили, соответственным образом, такой достаточно серьезный сегодня перевес в очковом выражении. Это не очень серьезный. Не, ну подождите, ну подождите. Ну, пока это второй результат, да, потому что у Константина Пучкова был, да, хороший такой вариант. Ну, турнир-то 33 тура, 33 понедельника мы будем с вами выступать. Ну вот сейчас я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам. Хочу еще раз поздравить вас с победой. Ну и предлагаю посмотреть сюжет, который так и называется «Нарды и звезды». Это Фред Астер, величайший актер музыкального кино. Он играет в «Нарды». А это Кларк Гейбл, более всего известный по фильму «Унесенный ветром», непревзойденный герой-любовник. Бинг Кросс, Бигенни Джаза и Диксилэнда. Юл Бриннер, суперзвезда боевиков и мюзиклов. Все они играли в «Нарды». Еще до Второй мировой эта игра приобрела огромную популярность в театрально-кинематографических кругах. Надо же было чем-то заполнять паузы между съемками и репетициями. А карты — это так банально. «Нарды» куда изысканней. Чарли Чаплин, Хэмфри Богорт, Амар Шариф — сейчас не все их помнят, но то были кумиры миллионов, если не миллиардов. Тот же Шариф играл профессионально, даже побеждал в серьезных турнирах. Кстати, не только в паузах, но и непосредственно в процессе съемок звезды экрана элегантно и умно передвигали шашки. Шон Коннери, первый Джеймс Бонд, делал это в 76-м, а Роджер Мур — Бонд, третий в 84-м. Еще и тренировался перед тем, как сыграть мастера. Эта традиция протянулась и в 21-й век. Вот кадр из фильма «Четыре Рождества» — Рис Уизер, Спун и Вин Свон за доской. Не чурались нард и музыканты, гремевшие на весь свет. Боб Дилан, Мик Джаггер, сам Хулио Иглесиас. Не футболом единым, но даже больше, чем певцы, эту игру любили певицы. По крайней мере, любили позировать с доской. Барбара Стрейзанд, Дайана Рос, Тина Тернер, Тейлор Свифт и даже Мадонна, хотя выбор партнера в ее случае не очевиден. Партнеры по нардам, разумеется. Но не только люди искусства предавались благородной умственной забаве. Боксер Мохаммед Али и теннисист Бьерн Борг — лучший из лучших в спорте. Да что спорт? Вот Джон Кеннеди с сигарой и нардами. А вот и Жаклин Кеннеди за доской, но без сигары. Видимо, что-то есть в этом сочетании. Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр тоже дымят гаванами за игрой. Не спортивно, но эффектно. А вот Хью Джекман и его жена — настоящие спортсмены. 20 партий в день. В нарды, конечно, и никакого табака. В какой-то момент пришло понимание, что нарды — это еще и сексуально. Линдси Лохан и Эйприл Скотт — супермодели, актрисы и дизайнеры, богато одаренные девушки, не правда ли, позировали с нардами в весьма соблазнительном виде. Как и Памела Андерсон, которая способна соблазнить кого угодно в любом виде. Кино, музыка, спорт, слава и секс — вот что такое нарды, а вовсе не просто настольная игра для скучающих интеллектуалов. Итак, дорогие друзья, на телеканале «Старт» продолжается рассказ о первом в истории нард-телевизионном турнире, который так и называется «Старт Супер Лига». Короткие нарды — самая зажигательная и самая, наверное, увлекательная игра на планете из категории «Настольные игры». стала для не только сотрудников телеканала «Старт», но я думаю, что для огромного количества телезрителей таким откровением, в первую очередь в том плане, что нарды, оказывается, можно показывать по телевизору. С вами комментатор Григорий Твалтвадзе и с удовольствием представляю Юрия Акопова, президента Федерации нард Москвы, человека, без которого, ей-богу право, этот турнир бы не состоялся. В любом случае, дорогие друзья, Юрий Акопов не только мой соведущий, завтра он, в следующий понедельник, он сменит мантию комментатора на мантию игрока на нашем турнире. Ну и, Юрий, давайте представим тех, кто будет принимать участие во второй игре сегодняшнего дня. Давайте. Это Герд Жагарян. Очень сильный игрок, неоднократный победитель годового Кубка зачета Москвы, победитель крупных российских соревнований, первое место брал в Пятигорске, если мне память не изменяет, в очень крупном турнире. Большой мастер игры, безусловно. Первое, что он сегодня сказал, войдя, пожав мне руку, он сказал, счет какой? Я имею в виду игру Бразилия и Швейцария. За язлой болеющих Бразилии. А это Тимур Азизов. Кстати, тоже кандидат мастера спорта по шахматам и официальный судья по шахматным соревнованиям. И очень сильный игрок в Нарте, безусловно. Ну, мы же знаем, что слабых здесь нет. И быть не может. Быть не может, конечно. Конечно. Вот-вот начнется второй матч сегодняшнего дня. Это вот Герджа Горян. Ереванский государственный политехнический университет. Менеджмент, строительная специальная техника. А вот какой техникой он обладает в Нардах? Ну, я лично сегодня надеюсь... Большой мастер позиционной игры. Большой мастер позиционной игры. И прекрасно владеет кубом. Так, а что касается Тимура Азизова? Очень вдумчивый аналитический игрок. Тут, безусловно, помогает шахматная школа, подготовка, шахматное мастерство. Все это необходимо в Нардах. Он прекрасно владеет тоже кубом, очень четко просчитывает все ситуации. Борьба будет очень упорной. Вот видите, он чемпион Москвы 2022 года. Да, совершенно верно. Так что у Тимура Азизова... Совсем недавно выиграл первое место на открытом чемпионате Перевицы Москвы. Так, и что? О чем это говорит? Чьи шансы сегодня выше? Я честно скажу, на каждый матч я поставлю 50-50. Уходит, уходит Акопов от ответа, дорогие друзья. Я не знаю, что с этим делать. Здесь тоже скажу, что перевес по итогу будет не меньше 4 очков. Порадуем мы или не порадуем кого-то, но я такой прогноз снова дам. Так, а Азизов играет в позиционные Нарды или он более агрессивен? Тоже любит позиционную игру. Да. Не буду говорить сильные и слабые стороны. Раскрывать. Просто могу, во-первых, в этом ошибаться. Это мое личное мнение. Ну, хорошо, ладно. Скромничает, конечно, Юрий Грантович. Скромничает, несомненно. Укрываясь вот этой универсальной формулой. Это мое личное мнение. В общем, как говорят в таких ситуациях спортсмены, игра покажет. Вот давайте и приступим к тому, чтобы дать сигнал. С соперником. Что-то обсуждают, готовятся. Все. Вот теперь вышли на свет божий. Устанавливают время 56 минут. Мгер Джагарян, Тимур Азизов. Мгер в зеленом пола, Тимур в желтом. Ну, в соответствии с цветовой гаммой, да. Чуть не сказал на футбольном поле. Те оговорки по Фрейду. Даже в брасывании. Первое в брасывании показало равное значение. Так, 3-1. 3-1. Самый лучший бросок в начале партии. Тимур его реализовал. Взять им пятого пола. А я всегда думал, что самый лучший бросок 6-5. Нет, 3-1. Это пятый пол. Чтобы сразу уйти оттуда. Потихонечку зрители уже начинают привыкать, что мы так часто говорим пятое поле, что в своем доме, что в доме оппонента оно очень важное. Самое важное на этой доске. Видимо, надо бить две шашки. Конечно, здесь надо попытаться что-то найти в блиц. Если сейчас Мгеру не удастся покинуть единицу. Отличный бросок. Он сразу обе сажает. Заряжает. Ну, ладно. Вы говорите заряжает. Я буду говорить сажает на свое место. Ну, это же... Дайте мне тоже чуть-чуть вообще свободы и боли. Договорились. Усадил. Не знаю. Усадил в единицу. Усадил в единицу. Уложил даже, можно сказать. Не-не. Почему? Посадил на место. А что из этого вырастет? Посмотрим. 5-4. Ну, что ж, можно пробежаться до конца. Вот одной шашкой переместить на ту голову, на 13-й пункт. Вот излишне агрессивно. Здесь она не оправдана. У желтых хороший дом. Пятое поле взятое. И вот теперь сейчас третья шашка там ни к чему была. Так. 4. Ну, и надо взять... Ну, неужели будет бить дома? Нет, нет, нет. Там некого бить. Просто взять здесь этот пункт, спокойно закрепиться. Хорошая. Вот 4-4. 4 полезная. Никакой пункт взять не удается, кроме здесь девятого, если Мгер захочет. Но, по крайней мере, хоть 4-4 сыграть лучше, чем одну. В данном случае можно так сказать. 4-4, думаем. Да, это лучший ход. Хотя бы девятый пункт взять. Это уже что-то наподобие будущего прайма. Вот я всегда считал, что все-таки вот там на 13-м поле лучше держать. Да, это верно. Это важный пункт. Да, потому что вот у тебя три камня. Вот здесь вот три зеленых в чужом доме. И у тебя нет никаких подмосток, чтобы... Вы правы, Григорий. Да. Если есть такая возможность, мы стараемся это делать. Там сохранять этот, так скажем, перевалочный мостик. Да, да, да. Это давление от 13-й пункт противника, чтобы он тут, как и если, легко не дышал. Но иногда мы это вынуждены делать. А иногда еще позиции вынуждают. В данном случае и второе, и третье. Вынуждены других трех четверок. Не было хорошее. Там был вариант. Блин, нет, там просто одной шашкой набежала бы по доске, оставаясь голой. И если где-то что-то подобьет, было жалко потерять такой хороший 4-4. Ну, ладно. 4-3 бьет. Можно ударить. Увидел. Конечно, продвигаемся с ударами вперед. Продвижение с темпом. Оттесняем. Если сейчас желтым удастся взять какими-то складными бросочками еще один пункт в доме, дом уже станет такой совсем неприятный для Мгера. 4-1. Вот немножко нескладно. Пережелтые рассыпились. Видите, две шашки одиночные стоят. Правда, еще... Ну, в чужом доме можно здесь сыграть 4-1. А, нет, здесь нет. Ничего не выходит. Я об этом и говорю. Нет вообще хорошей четверки. Да, 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 да. Ну, да. Такой дежурный вариант. Единственное, может быть, единицу подвинуть в доме зеленых с четвертого на пятое поле. Потом легче выходить будет. Что там я не вижу? 6-6. О, 6-6. Это очень хороший бросок. 2-2 можно до конца. Тот самый прайм, который броском в 4-4 начали строить. Вот теперь он потихонечку уже приобретает совсем симпатичный вид. Да, тут серьезная такая крепостная стена. И только одна шашка осталась. Вот теперь, видите, уже как выяснилось, там не нужен мостик. А нужны здесь шашки для борьбы против тех трех, а теперь двух оставшихся. Тимуру надо срочно теперь налаживать контр-игру. Там он стоит в доме зеленых пары шашек. Контр-игру против от одиночной. Срочно нужно какие-то дополнительные пункты на подходе к дому. Желательно взять седьмой пункт. Это так называемый бар-пойнт, примыкающий к доске. Вот тут необоснована вот эта борьба за пятый пункт. Вот эту шашку совсем не хотелось возвращать. Совсем не хотелось бы возвращать этот 6-5. Мне не понравился. А, 5-4 они играли. 5-4. Может быть, стоило в доме переиграть. Это очень важный прайм стоял. И Мгера от него избавился. Не знаю, оправдается ли это. А варианты у него какие были? В доме. Был перегруз. Одну шашку в дом завести. Одну с шестого поля сыграть. Четверку завести в дом, а пятерку переграть с шестого в первое. И держать прайм, стараясь бежать вон той отдаленной шашкой. Так. Не спасается шашка. А не спасается она. 3-3. Ей некуда деваться. Он минимизирует удар. Только тройки дает. А там было шестерки и еще 3-3. А так только тройки. Ну вот, получилось удачно. Тимур не попал. Но зато гораздо важнее на той стороне доски. Он свой прайм строил. Закрывает. Закрывает. Да, Тимур правильно это понимает. Гладких-то нет. Не так много ударов. Но, конечно, рисково. Поэтому зеленый и желтый объявляют. У них лучше. 5-3 и еще одну шашку в дом. С 13-го поля на шестое. Ну, до 10-е. С 13-го и с 11-го в дом на шестое. Других 5-3 не видно хороших. Вот сейчас очень важно двойку кинуть. 1-1 есть. Она в сумме. Есть. Это хорошо. И здесь играть еще две. Вот здесь в доме. Вот здесь не стоит. Это незаметный ход. Его тяжело было найти. Одну единицу сыграть. 6-5. Да. Как можно крупные номера не надо давать играть. А вот 5-1 очень нескладный бросок. Видите? Нету, как мы говорим, красивого удара. Или, как говорится, такого, чтобы было мазь. Чтобы закрыл, подбил и закрыл. Приходится подставлять шашку. И вот сейчас тот самый тейк. Или, как мы говорим, тейк или прием куба оправдывается. Вот сейчас есть шанс у зеленых, если их ударят, приличные, как мы говорим, проценты, 30% чуть больше, подбить эту шашку. Но, может быть, не стоит и бить. Это точнее. Вот он и не стал бить. Он терпит, если не кинут шестерку. А зеленые кинули. Вот теперь оправдался точно тейк. Зеленые вырвались из этих оков. И что? До конца, до конца. До конца. 5-5 не идет, бьет только 6-4. Больше ничего не бьет. Ну, 6-1. Не бьет. Не достает. А вот погонку теперь посмотрим. Дело в том, что Мгер впереди. И ровно это и было еще основанием для тейка. Поскольку он был погонки впереди. 84 на 111. Сейчас стало вопрос над редаблом. Тут надо удаваивать, поскольку контакт минимален. А очень сильный погонки Мгер впереди. 84 на 110. 16 очков. Прошу прощения. 26 очков. Это очень большой перевес по гонке. Это редабл и пас. Вот еще считает. Вот он считает эти два. Это мы видим хорошо, быстро. Это тоже мастерство того или иного игрока разное. Насколько быстро мы умеем считать гонку. Пипсы, как мы говорим. Вот эти очки, которые необходимы, чтобы выбросить все шашки из доски. Вот 84 означает, что с этого момента зеленым нужно накидать 84 очка, чтобы выбросить все шашки. А у желтых 110. Означает, им надо накидать 110 очков. Это же существенная разница. Правильно? То есть где найти это? Что я должен кинуть, играя с желтыми? Ну что теперь? Теперь пас. Теперь пас. Надо признать поражение двух очков и продолжать матч дальше. Я думаю, Тимур несложное решение найдет. Чем хороша программа, которую справа, дорогие телезрители? Вот видите, там в квадратике, в нижнем, но в верхней части написано шансы за каждый цвет. У зеленых 81% на победу, а у желтых 19%. Это достаточно мало шансов 19%, чтобы принимать Кубку 4. Это пас. Да, ну в общем, действительно, первая партия прошла, как вы сказали, в такой очень интересной позиционной. Совершенно верно, позиционной. Именно позиционной борьбе. Заведены часы. Смотрим за началом второго гейма. 5-3, стандартное начало. Это вот та самая, ох, я хотел сказать, та самая классика. Ну, в общем, да, в какой-то степени классика, да. Стандартный ход, 6-6. Вторым уже можно кидать Дуполь, и он Дуполь нашел. Тимур очень хороший, 6-6, развивающий обе стороны. 5-5 тоже неплохо. Для гонки неплохо, но лучше бы там что-то выйти оттуда, одной шашечкой начать строить где-то. Не давать желтым приближаться безболезненно. Расположено очень далеко. На краю доски не мешают эти зеленые шашки, не угрожают желтым приближаться к дому безболезненно. Ну, да. Как вариант. Вот такие полновесные достаточно броски пошли 6-6, 6-5. В таких случаях план на игру ровно тот, который сейчас реализует Тимур. Не надо бояться расслаблять это 13-е поле. Все время играем на той стороне доски. А эти две шашки у нас достаточно времени, количества бросков, чтобы дождаться дупля. И вот этой парой желтых шашек, которые здесь стоят на нашей части доски внизу, дуплем пробежаться 2-2. Вдвоение еще рано, поскольку нет в доме ничего не взято. Вот надо подбить шашку. Переместить единицу с 8-го на 7-ое. Или с 11-го на 10-ое, да, поближе сюда. Чтобы шестерки-петерки стали хорошими. 1-1 неплохо. Хоть что-то берем в своем доме. 2-2 здесь, либо там надо до конца. Я бы до конца играл. Здесь дом сейчас не так важен. Надо закрепиться, как мы говорим, якорем в доме оппонента. Желательно на 23-м или даже на 22-м или на 21-м поле. На каком-то из этих полей надо закрепляться. Может быть даже на 21-м. На 21-м-то он уже не дотянет. Ну как, он сыграл 2 единицы. 24-е, 23-е, 22-е, 21-е. Дотягивает. Но пока решил одну единицу в доме спускать и дальше думать. А, ну если с двойки начинать, конечно. Вот решил на 22-м остановиться поле. Вот теперь уже куб. Теперь уже куб. Здесь много хороших бросков у желтых. 4-2, брать четвертое поле. Кстати, Гера угадал, если бы он продвинулся бы дальше, как подсказывал, кстати, компьютер. Сейчас был бы сбит шашкой, а так у него полный ход. 2 уже хорошо закрепился. Закрепился. И всегда в запасе, скажем так, редкий, но всегда в запасе 6-6. Желтые шкидали 6-6, так можно сказать. Теперь зеленые могут ответить 6-6. Но он будет очень сильным ответом в этой позиции. Зелененькие быстренько оттуда убегут. Но пока еще до этого не близко. Но у желтых своя проблема. Вот эти две отставшие шашки. Надо, как я сказал, найти дупль, чтобы побежать дуплем. Зеленые сейчас будут строить дом. Опять противостояние. Такой холдинг, как мы говорим, сдерживающая игра с двух сторон. Вот вам, пожалуйста. 6-6, но не тот. Любой дупль, кроме 6-6 и 1-1. Вот это очень сильно укорачивает запас игры. Раз и три, а что тут других вариантов нет? На правой абсолютно. Укорачивается запас игры. У желтых, как мы говорим, тайминг. Видите, не остается шашек на той стороне доски. И приближается угроза каким-то образом развязать эти две отставшие шашки. Ну, вот о чем сейчас Тимур думает? Вот так он решил. Ну, поменьше дырок до контакта зеленых. То есть, чтобы не открываться еще на той стороне доски. Второе поле берем 4-1. Тут нет вариантов. А можно взять и четвертое, если подумать. Кстати, да, тоже сильное. Потому что это каждое поле взятое слева направо лучше, чем с конца. А посмотрите у желтых. Три дырочки в доме. Видите, заряжаться. И одна еще голая. Поэтому он не боится быть сбитым, Гир. Зато очень своевременно вовремя берет четвертый пункт. Большой мастер позиционной игры, как я говорил. Вот теперь одинокие желтые. Первый жем Гир рассматривает пока рано. Ждет, когда желтые раскроются. Под угрозу удара может перевернуть по 4. Вот 5-5 не очень хороший может быть. Видите, такая небольшая, так скажем, пробежала тень по лицу. Почему не очень хороший? Потому что хотелось бы встречать вот эти две шашки как-то поактивнее. А здесь приходится убирать сейчас из-под удара шашку. Ну, на таком расстоянии в 10 ходов предположить, что обе выскочат. Может быть, завести в дом и сыграть 6-1 последнюю пятерку, которая не очень хорошая. Но это максимально удобная встреча. Подставлять под боем тоже можно. Ну, вот. Да, компьютер показывал все-таки терпеть и подставлять шашку. Оставлять ее открытой. То есть спустить еще раз на 12-е поле. Важный ход для Тимура. Избавился от одной голой шашки и взял еще один пункт в доме. Дом стал как-никак посильнее. В зеленых сейчас много бросков ожидающих. Вот 6-5 даже открывается в доме, но терпит. Я имею в виду... 6-5 он закрывает вторую. Нет, нет, не закрывает. Заносит на вторую и голую на первую. А, ну да, да, да. Да, дает какие-то шансы желтым прорываться таким домом. Но это все равно хороший ход. Желтые ищут дупля. Первый вопрос. Бежать одной шашкой. Потому что есть такой термин дублицировать. Если сыграем 5-4 полностью желтой шашкой, бить будет только один номер. Единица, обратите внимание. И в этот момент еще единица нужна, чтобы закрывать в доме. Это лучший ход. Дублицируется единица. И Мьеру нужна единица. Мимо. Приходится две в дом заносить. И теперь уже одну шашку встречать. Одна прорвалась. Очевидно, что одна шашка прорвалась, которая ближе к дому, да? И теперь этой парой будет ловить какие-то шансы встречу. 5-4 еще повтор. Очевидно, желтые впереди по гонке. 67 на 84. И сыграв 5-4 сюда, они решают зеленых шансов контакта, сводя его практически к нулю. Ну, куб уже объявлял Тимур, поэтому сейчас, скорее всего, будет счет равным. У него в этой позиции большой перевес. Большой перевес. О, вот вам все, что осталось от перевеса. Все равно перевес у желтых. Но это уже был большой перевес, сейчас стал просто перевес, я так скажу. Пока при своем мнении. Так, вот пятерочка. Плохая, согласен. Но у зеленых еще хуже. Пока хуже. Это очень хорошо. 10 очков и крупные номера 6-4. 2-1. Это тоже плохой. Вот потихонечку, Мгер. Сейчас, если кинет 6-6, любой дубль, 6-6, шестерку или любой дубль, даже четверочный. 4-4. Даже четверочный хорошо. 2-3 и четвертую шестерку. Да. Усилил единицы. И вот сейчас очень плохо. Вот теперь уже зеленые догнали. Догнали. С учетом того, что они кидают и расположены очень хорошо. Мгер сейчас будет считать, если здесь редабл. Мы уже знаем, что это означает перевернуть куб по 4. Тимур тоже, пользуясь тем, что Мгер считает, тоже считает. Здесь уже есть редабл. В гонке 27 на 34. 7 очков впереди Мгер. Вот как это 5-5 решило столько проблем. Да, вот иногда это нужно. Но желтым здесь пока нету паса. Все-таки они выбросили 5 шашек, а зеленые 4. Это означает, что количество бросков при благоприятном стечении, то есть все время по 2 будут выбрасывать желтые. Тем не менее, впереди. Поэтому здесь тейк. Не говоря уже о большом количестве дуплей, начиная... Берет. Тот же двой. Это тейк. Дабл тейк. Оба сыграли хорошо. Пиар. То есть, как мы говорим, коэффициент очень хороший у обоих должен быть по игре. Я так грубо... Ой, 4-4. Но это, к сожалению, хуже, чем бросок 4-4, который был у Мгера. Сейчас он... Но! 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 Он сейчас отстает, если не ошибаюсь. Сегодня успеваю почитать количество шашек ровно. Ой, 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 ой. Еще 5-5. Это добивающий бросок. Сейчас только 2 дупля подряд нужно. Пока их нету. Последний шанс скинуть 2 дупля подряд для Тимура. Прямо сейчас надо начинать с любого дупля двоечного и выше. И нет. Нет. Конец игры. 5 шашек осталось. 4-0 повел. 6-0 повел. 6-0, да. И это при том, что, в общем, наверное, вот если разделить партию на некие составляющие, да, допустим, вот на четверти, да, все-таки 3 четверти этой партии, игра была достаточно непрогнозируемая. У желтых был перевес с самого дебюта, начиная с броска 6-6. Все время был перевес. И по шансам на победу стояли все время лучше. Но вот последний этап, когда они перешли в гонку, резко удача отвернулась от Тимура. Когда 5-5. 5-5 при входе в дом. Потом 4-4, помните? 5-5, который вы говорите. Да, и 4-4, когда он... Вот это называется на финишной прямой. Зеленые ускорились, обогнали. В клетках, в клетках. Совершенно верно. Ну что ж, 6-1 по-прежнему, не надо бояться подставить шашку, надо брать седьмое поле. Играть против одиночной, да и против этой, поскольку только четверки бьют. Да, Тимур, видимо, сейчас немножко расстроен этой вот проигранной партией по гонке, где он обязан был принимать по 4, принял, но все равно проиграл. 6-2. Вот это удачное, можно подбить, что Тимур и делает. 6-2 въем, тут думать не надо долго. Возвращаем шашку. 6-3, очень неудачный бросок. Вопрос, есть ли здесь дабл? Рановато. Рановато. Компьютер показывает шансы 60 на 40, 60% за желтый. Это вот как раз то, о чем говорил. Психологически вот эти сложности, даже если бы эта партия была первой, я не уверен, что был бы дабл. Но может быть, просто Тимур оценивает как дабл. Не такая большая ошибка. Продолжает атаку, сразу атакуя, сбивая вторую шашку, в расчете, что зеленые не попадут в нее. И удастся взять уже трехпойнтовый дом сделать. Посмотрим, что гинет Мгер. Плохой бросок, он не попал и не зарядился двумя. А вот сейчас можно усилить позиционный перевес. Двойка отличная. Можно сбить во втором поле вторую шашку. А можно взять четвертый пункт и одиночно ударить во втором поле. Но бить не лучше вот так вот и закрывать. Вот, а первый вопрос где двойку. Закрывать что, четвертое поле, которое очень важно, слева направо. Да нет. Закрывать второе поле. Нет, но не хочется оставлять невзятыми пятый и четвертый пункт. Понимаете? Очень важно. Ну, сейчас он тогда получит по голове. Только двойкой, обратите внимание. Не надо бояться одиночного номера. Это всегда 30%. Смотрите, ну вот сейчас смотрите. Вот это лучший ход, кстати. Сейчас он двойку получит. Да, компьютер показывает, это лучший ход. Потому что это очень важный поле. Мы оттесняем зеленый на край доски. Получить он может, но это 30%. 30% даже. То есть он не фаворит, как мы говорим. А желтые против этого, рискуя, получают большой перевес, развитие перевесного, перевеса позиционного, развитие дальнейшее развитие позиционного перевеса. Вот это неудачный бросок. Желтые не могут ни побить в пятом поле, ни закрыть второй пункт. Зато они вышли. Вышли из чужого дома. Нет, им гораздо лучше было взять второй пункт. Усилить дом. Вот теперь очень удачная единица для Мгера. Развернул шашку назад. Сейчас у него есть темпы взять там, поскольку желтые полхода, лишились, когда шашка сбита, нет полного хода. Одной надо зарядиться, а другой где-то сходить. И вот сейчас очень важно. 2 и 4 нескладных. Надо бить срочно то же самое. Нельзя давать полный ход. Нельзя давать полный ход зеленым. Надо бить во втором поле. Все остальные четверки страшные. Да, это очевидно. Четверку с ударом. Сейчас очень важно не протанцевать. Это двойка, конечно, козырная, как мы говорим. Раз. Две еще можно побить в доме. В доме. А можно и взять этот пункт, что гораздо важнее. В доме мы не хотим бить, поскольку мы строим позиционно, мы отстаем. Мы сейчас позиционно построим здесь хорошую игру на этой стороне доски, рассуждает Мгер. А там как-нибудь три шашки я сцеплюсь и потихонечку начну движение сюда. Перетягивать в твою сторону. Я боюсь, этот куб, будучи преждевременным, сейчас Тимур понимает, оценивая позиции, что ресурса было не так много для атаки. Ну что, Азизов будет бить в доме? Пять-два. Он думает, куда заряжаться сначала, в пятерку или в двойку. Если заряжаться в пятерку, то нет хороших двоек. В доме шесть-четыре плохая. Нет, это вот такие ходы звучит. Вот эти шашки, которые полезны для давления, правильно было, как ни странно, открыть шашку 13-11 спустить. Но это тяжелое решение. Очень топ такая, высокая игра. Не обязан игрок это видеть. Только очень-очень-очень экстракласс такую двойку надо увидеть. Задумался, задумался Мгер Джагарян. Есть альтернатива. Побежать с пятого поля на тринадцатый, спасти одну шашку. Либо за вот этот вот ход, либо закрепиться и ударить в пятом поле. Да, он сейчас жалеет, что не ударил 6-5, потому что 6-6, желтые протанцевали бы, и он бы точно перехватил инициативу. Ну а теперь 6-6 шикарный для желтых. Могут перекинуть, обязательно надо брать седьмое поле. И дальше либо атаковать в первом. Этот ход не обсуждается, эти две двойки. Точно. Ой, две шестерки, я имею в виду. А вот еще две шестерки, теперь Тимур осуждает. Да, надо атаковать. И решил атаковать. Да, здесь важны каждый темпы, поскольку вот эти две желтые шашки одиночные, это его слабость. Очень важно. Сейчас надо выбежать и по возможности, если получится, проатаковать дальше. Бить не получается, надо убегать отсюда. Быстрее драпать, говоря простым языком. Простым литературным. Не надо там подтягивать материал, поскольку пятого поля нету, это бесполезно. Вот надо бежать. Вот это правильно. Е-4, молодец. Геру не везет зарядкой. Срочно нужно тройка или единица. Желтым цветом есть. Вторую шашку начинаем оттуда потихонечку убегать. Максимально тройка, единицу подтягиваем. 10-9 ближе к дому. Это не нужно. Здесь я понимаю, почему Тимур так сходил. Потому что если он пойдет 10-9, бьет 5-4. А 5-5 бывает реже. А 5-5 бывает реже, но зато они пришли. Минимизировал число ударов, но, к сожалению, посмотрел так на Мгера. Как ты это сделал? Он хотел спросить. Мы же с тобой давно знакомы. Как ты это сделал? Но 5-5 Джокер. И удрал дальние шашки, убежал, прошу за угрожение. И зарядился, побежал. Вот это обратный удар очень важный. Надо бить обязательно, не обсуждается. И сейчас снова перед Мгером проблемы зарядиться. В 5 или 2 нужно. Есть 5-5-5. Что он делает? Сейчас, по идее, мы еще один взгляд Тимура увидим. Нет, молодец, Тимур. Держится, сыроточно смотрит на доску. Что значит профессиональный игрок? Психологическая устойчивость. Я сейчас говорю как раз без шутки и без иронии. Молодец. А вот теперь Мгера задумался, если здесь удвоение, либо продолжать играть на Марс. Поясню эту мысль. Предположим, у Мгера настолько хорошо, и Тимур это понимает, что если я Мгер переверну куб на 4, то он сдастся, оппонент Тимур. И я выиграю 2 очка. Но может быть, у меня настолько хорошо, что надо продолжать играть и выигрывать Марсом? Тогда я выиграю 4 очка. Ровно так оттрактовал эту позицию Мгера. Она считается как слишком хорошо для редабла. Слишком хорошо, надо играть на Марс. Ровно это мы сейчас и наблюдаем. Там, правда, дома у желтых сильных, но Тугут, это Тугут, то есть надо играть на Марс. Нельзя переворачивать, будет пас, который Тимур сделает с удовольствием. Этот пас он сделает с удовольствием, поскольку он сейчас как раз мечтает, наверное, чтобы зеленые показали. Но Мгер продолжает играть на Марс. Надо бить в 5-е поле обязательно, иначе Марсов не видать. И вообще так больше побед просто. Заставляя желтых обязательно кинуть сейчас пятерку. Но это тоже неплохо. Обе шашки зарядились. Да, обе посадили. Вот теперь вопрос, есть ли теперь уже редабл? Вот он поторопился, Мгер. Сейчас у желтых нет запаса играть обратную игру. Поторопился. Здесь был редабл. Уже Марсов тугуда, как мы говорим, слишком хорошо на Марс нету. И можно было бы переворачивать куб по 4. Да, 5-5, конечно, это красиво. Но... Не, не, это очень сильно перевернуло партию. Тем более два раза подряд. Единственное, что сейчас Тимура спасло 3-2. Сейчас мало что выжил из этой ситуации Мгер. Ну, все, что мог, хотел. Но, как говорится, да. Он сыграл везде точно. Ну, Мгер... Ой, извиняюсь. Тимур бросил 3-2, закрепился. А вот теперь Мгер упускает. Упустил вот этот 3-дабл обязательный. По-прежнему хочет играть на Марс. Вот сейчас сложности. Немного их у зеленых, конечно, перевес. Даже если их подобьют. 6-5 не бьет мимо штанга. Да, 6-4 доставал. 6-4 бы доставал. Или любая тройка. Или 2-1. 1-1. Но надо все равно убегать с третьего поля. Поскольку не хватит запаса, дом сломается. Поскольку есть еще один анкор во втором поле, надо просто выходить 6-5 до конца. Очень быстро бежит время. Мне очень нравится, как все это проходит. Поделюсь с вами, дорогие телезрители. Захватывающее зрелище. Незаметно пробегает время. Уже половина этого матча, можно сказать, почти позади. Да, если я не ошибаюсь. Судя по красному сектору, который неуклонно укорачивается в своем размере. Так, неожиданный для меня ход был. Неожиданный. А почему? Он просто сыграл аккуратно, больше не подставляется. Вот эти вот три лишние шашки, это атакующие как бы... Я имел в виду со стороны Мгера. Ну да, он 4-2 спустил свою шашку. Третьего. Вот теперь этими шашками можешь атаковать складно. Вот так вот, например, 5-4. Это складный бросок. Взял, побил шашку с темпом, взяв поле. Вот теперь Марсов добавилось. Вот теперь уже снова не надо переворачивать по 4, можно играть на Марс. Но тут может Мгера не выдержать. Уж более сильно желтый дом. Если он побоится нескладных бросков, тем более он ведет в счете. 6-0, по-моему. Лишние два очка. Нет, молодец. Терпит, что надо играть на Марс. Вот это сейчас он расстроился. Это нехороший бросок. Все шашки побежали слишком далеко вперед. Появился обратный удар. 5-2, 2-2, 5-2 и 5-5. Нет. Штанга еще раз. Нет, 5-3, да. А вот сейчас уже вопрос о кубе снова актуальный. Тут уже Марсами никакими не бахнет. Поскольку, если даже бесконтактно, желтые, скорее всего, убегут. Здесь даже не задумывается. Мгер надо было все-таки посмотреть. Что-то я не посмотрел, что он... Ой-ой-ой, вот это Джокер. Вот это получите. И вот сейчас, если он не кинет пятерку, это будет страшная история. Да, наказание, что он не рассматривал. И тут повезло немножко. Мгер выдохнул, что не сбили, не закрыли. Единица нужна была и там, и там. Но единица просто была бы страшным делом здесь. Вопрос, надо ли прятать пятерку. Я не знаю. Я думаю... Тут надо глубоко посчитать. Не успеваю, честно скажу. Посмотреть плюсы и минусы того, что меня собьют. Посмотрим, что говорит компьютер. Компьютер говорит, надо терпеть, надо играть. Оставлять шашку. Поскольку, видимо, отстает. Умгер пятерки, конечно... Умгера, конечно, волшебная рука. Выкладывает пятерки. Посмотрим, будет ли еще раз два-пять. Нет. И вот теперь, может быть, Марс разгром. Там две голые шашки. Первую не поймал, но хотя бы спрятал одну. И здесь нету. Не попал. Не попал. Надо контролировать. 6-6, 5-5. Контролируется, чтобы не открыться. Желтые танцуют. Еще одна попытка сбить еще одну шашку. Еще одна попытка, вернее, сбить шашку. Тоже не попал. И это бросок, который нехороший. Единственная игра вот такая. Опять 2-5. Как наваждение. 4-4. Миновало. Очень много нескладных бросков. Один из них открывается шашка. Вот тут надо было смотреть. Может быть, надо было показывать дабл. Так. Ну, как минимум, посмотреть. Пятерка одна. Либо выбрасывать. Либо лучше выбрасывать, чем... Да. Компьютер все-таки считает здесь играть на Марс. Поскольку так же еще... Ну, нет. Нет. Даже если мгер откроется, еще желтым надо попасть. И дом там не полноценный. Он не попал. Он не попал. 3-2. Выбрасываем одну шашку. Ну, дырочка в пятом поле. Она неприятная. Ее надо пройти. Вот это хорошая пятерка. Важно, что зарядились в пятерку, а не в двойку. То есть, если сейчас тут шот откроется в шестом поле у зеленых, то с двух полей атаковать можно. Типа 6-4. Это вообще страшный бросок. Две голых будет. Я прошу прощения. Прошу прощения. Хорошо, что гер меня не слышит. Можно я посмотрю. Нет, не черные глаза вроде бы. Нет, но просто мы, мастера, сразу видим все несчастные броски. Извините, что я так во множественном числе. Но мы их видим. И вот теперь все-таки тот самый случай, когда так много раз было. Тугут. Не надо было переворачивать. И все-таки... Та самая волшебная судьба, которая не прощает подобного рода вещи. Ну, сейчас в геру остается только удовольствием с тем, что он успел выбросить шашки. Не будет Марса. А сам шел на Марс так активно. Был бы счет 10-0, сейчас думает в гер. Или уже думает о другом, о следующей партии, я думаю. Здесь он ничего не боится. Готов проиграть два куша уже. Два очка, извините. Хотя, как я уже говорил во время первого эфира, ничего нету до конца проигранного, пока шашки на столе и возможен контакт. Да. Как говорил... Я вам могу прямо сейчас назвать броски, как зеленые могут выиграть. Но не буду этого делать. Как говорил Сергей Бубко, пока у меня есть шестая попытка, я не проиграл, да? Абсолютно верно. В этом фразе есть смысл. Она не просто так. Ну, прямо сейчас. Шесть-два, например. Зеленый... Ну, только в сумме. Бросок. Шесть-два зеленых. Зашел и сбил. Так. Вот сейчас, например, желтые кидают 3-1 или 1-1. Ничего не могут зарядиться. Пример, я говорю. Зеленые все-таки кидают двойку и так далее. То есть, теоретически, шансы есть. Они очень небольшие, но есть. Так. Ну, что же с класса игры? Ну, вот, видимо, с кубом тут Мгер что-то напутал. У него, видите, поднялся показатель пиара. То есть, что не есть хорошо. До шести. Где-то он пропустил кубы, когда надо было переворачивать. Когда позиция переставала быть тугут, надо было переворачивать. А он продолжал играть, как тугут. А у Мгера 2-26. Ой, я говорил, с у Тимура 2-26. Это хороший показатель. Ну, вот ошибок удвоения. Четыре мы видим у Мгера. Вот, кстати, видите, не удалось желтым там забить, прибить, собрать полный дом. Продолжают нанять попытку. Продолжают. Поскольку не боятся быть сбитым желтым. Видите, у зеленых нет дома. Атакуют при каждом удобном случае. Ну, вот теперь, видимо, смогут добить вторую шашку. Да, лимит на полезный 5-5 закончился. Сейчас уже 5-5 плохие для зеленых. Но они были использованы. Мгер сделал все добростовестно. Просто немножечко недотерпел, поторопился с решениями с кубом. Ну, вот и вторую шашку удалось снова подбить. Да, в таких ситуациях, как говорит мой дядя, принесите ему газету. Да. Можно отдохнуть, почитать газету. Так всегда говорят. Нет возможности ходить. Ждем очереди. Когда освободится хоть один, появится один теоретически возможный ход. Пока весь дом закрыт. Две выбрасываем. Теперь можно кидать. 5-5, кстати, оживляет. 5-5, любимый 5-5 оживляет. 5-6, вы видели? 1-1. Прекрасный бросок. Снова сбиваем шашку. 2-3. Мимо, нет шестерки. Выбрасывает желтые две шашки. 6-5, отлично. Зеленом уже пятерки устраиваются шестерки. Нет ничего. Да, это... Ну, это уже исход партии. Это тот самый тарс. Это уже практически нет теоретических шансов есть, как я говорил, даже сейчас. Но они уже стремительно упали до нерзи. Очень близко к нерзи. Зарики начинают издеваться в таких ситуациях. Казалось бы, ну вот что тебе стоит, милый, родной? Ляг, ну вот так вот чуть-чуть. Что ты мне дал? Что ты мне дал? Ну, что я тебе плохого сделал? Ой, именно так, поверьте, Григорий, именно так очень многие нерзисты, даже профессиональные, про себя ни в коем случае не вслух. Но про себя мы... Да почему не вслух? Можно и вслух. Можно и вслух, конечно. В любительской игре, в домашней. Конечно. Профессиональный этикет не позволяет этого делать, слава богу. Молодец, Азизов. Ну что же, размочили желтые. Кстати, зеленые, как и в прошлом матче, лидируют почему-то. Сегодня как-то негостеприимно хозяевы не дают желтым поднять головы. Первый матч во втором. Нет, ну почему Джагарян выигрывает, мне понятно, абсолютно понятно. Он воодушевлен победой сборной Бразилии над Швейцарией. Кстати, да, он же болельщик, мы сказали об этом. Да, и он болельщик конкретно сборной Бразилии. Ну а возвращаясь к предыдущему матчу, Сергей был, Петухов, близок к подвигу. Он же проигрывал 0-5. Да. И при счете 5-3 он мог выиграть Марсом в заключительном гейме с кубом. И выиграл бы 7-5 в итоге матч со счета 0-5. Но не сложилось, не сложилось. И 7-3 было поражение, 4 очка выиграл Микаэл Варданян. Ну а мы продолжаем смотреть наш матч Мгера Джагарян против Тимура Азизова. Счет 6-2, борьба продолжается. Пользуем Мгером. 6-5, неудачный бросок, невозможно было зарядиться. Удваивать рано. При том, что... Вот тут надо бить, наверное, в первое поле. Две ячейки всего закрыты. Мало материала, помните, я вам говорил, нужно, ну как минимум, 10... Ну, желательно 10 шашек для блица. Поэтому лучше сыграть позиционно, две спустить. Три надо зарядиться. 1-6-5 там, наверное, сыграть. Погибче сделать. Вот это мне не нравится, что за идея такая. Стать в первое поле двумя шашками, это вообще нездоровый какой-то ход. Да, конечно, интереснее было посадить на три и... И там 6-5 сделать погибче в доме. А тройку сюда надо брать же дальние якорься в какой-нибудь, пока зеленые тут не расположились, как хотят. 6-2 у нас с кого? У желтых, да? Ну, это четвертое поле надо брать, наверное. Да, я не вижу. Желтые же бросили, да? Другого я не вижу. Да, да, желтые. Надо брать в доме четвертое поле, ты зачем так долго думать? Ну, он, видимо, все взвесит. И тогда мы думаем долго, чтобы что-то не прозевать. Это, кстати, нормально. Прошу прощения за небольшую критику Тимура. Можем что-то прозевать. 5-3 зеленых. Не надо брать третий пункт, нельзя вернуть вторую шашку нажать. Надо ее срочно оттуда убрать. Нет, нет, этот пункт не так важный. Нам надо взять четвертый пункт. Это нельзя ни в коем случае вторую шашку вернуть. Тогда будет прайм на прайм, а у желтых больше тайминг. Надо срочно еще одну шашку сюда поточить. Вот это правильно. И это правильно, на мой взгляд, это лучший ход. Вот 2-2 за желтых, да? Да, вот это обязательная пара двойк. Уже хорошо встали. Продвинутые якоры. Да, по крайней мере, есть вариант. Через шестерку выходить. Мы тоже знаем, продвинутый якорь хорошо. Вот как раз, когда 3-1 кидал Кимур, надо бы одну шашку туда ставить. Давно бы уже там стоял. 6-1. Сложная борьба. Предстоит бить надо обязательно. Вопрос. Где играть тройку? Потому что мы отстаем. Теперь обратите внимание, постараюсь прокомментировать позицию. Желтые отстают. Просто спасать там шашки, радостно улыбаясь от того, что мы сбили. Вот это, как я сейчас говорю, неправильно. Надо было оставлять там шашки, чтобы построить прайм. Только в этом победу желтых, отловив ту шашку. А какой вариант был? Где угодно, но только не там. Вот спустить с 13-го в 10-ю. И нарастить преимущество, вот это вот накопить там прайм. Понимаете, да? И этот прайм остановил бы шашку, запер бы ее. Просто надеяться, что мы там что-то ее отлоим одиноче. Что так? Это есть такие шансы, но и гораздо меньше. Знаете, Юра, вы... Как бы это сказать? За доской все это покажите. Я понял. Со стороны хорошо говорите. Это верно. Вы убиваете инстригу. Наоборот. Такие ходы, которые мы можем не заметить, любители. А в мастерах... Вот как раз и компьютер, я возвращаюсь, смотрю, показывал этот ход как лучшим. Именно тактическую идею построить прайм на седьмом, восьмом, девятом поле и запереть одиночную шашку. Поскольку желтые отстают. Ненамного, но вот эти вот две шашки отстающие, план на игру был бы таким. Да. Вот и употреби после этого навязчивую фразу. Ходи быстрее, не в шахматы играешь. Да. Я вам так скажу... Тут порой и... Вот тебе, пожалуйста. По поводу тайминга, я вам скажу. Не так много времени, на самом деле, на то, чтобы сыграть один гейм с отведенным лимитом времени. Три минуты и еще по 12 секунд или по 13 секунд на дополнительных. Иногда позиции требуют... Просто позиции, то есть отдельный ход в позиции требует двух-трех минут на рассуждение, на размышление. Да, да, да. Такие позиции бывают. И, к сожалению, здесь такие позиции тоже были. Но нет времени столько обдумать. Надо думать быстрее. Для тех, кому интересно, сообщу, что есть такая дисциплина блиц, как в шахматах, в нардах. Блиц, когда на весь матч, там, скажем, длиной до пяти очков и такие. Есть форматы, то есть, когда мы играем матчи до пяти, до семи, до девяти. Вот есть формат блиц. Это матч до пяти очков, когда на весь матч игроку дается, каждому игроку, по две минуты. Ну, не хочет зарик ложиться. Игроку дается по две минуты на весь матч и плюс там десять секунд еще добавку на каждый ход задержка. Надо играть очень быстро. Так, тем временем, что у нас одиночная шашка зеленых там подзастревает. У желтых еще две шашки на подходе, но... Да нет, ну, а что тут думать? Заносить? Заносить дом? Нет, это вот все равно вернулся к первому варианту Герджи Гарян. Над чем сейчас думает Тимур? Есть ли здесь куб удвоения? У белых лучше. Смотрим на компьютер. 67 на 32, на 33, грубо, да? Близко. Но очень много проблем ловить двумя шашками. Сейчас, если зеленый выскочит шестеркой, встречать ее не очень удобно. И в доме там нет шашек давления. Надо чуть-чуть улучшить позицию еще и дождаться, что зеленый здесь подразрушится. Дождаться, кинут ли зеленую шестерку или нет. Немножко рановато. Потому что передать куб, это на самом деле своего рода оружие. Если вы объявили куб, он перешел на сторону оппонента, больше вы им уже владеть не можете, поскольку это право поочередно. Так, на всякий случай напомним, что такое куб. Это вот в середине. Нет, я имею ввиду. Играть куб. Это вот как сейчас. Вот, вот, вот. Что это означает, да? Это означает сейчас, что Тимур предложил Мгеру продолжить дальше партию, текущий гейм с ценой игры за простую победу в два очка, а Марс в четыре. Если Мгеру этого не хочется, у него есть две опции. Просто сдать эту партию за одну очко. Продолжить как есть он уже не может. Либо принять этот куб и действительно играть в этих условиях, что Оин простой победа будет оцениваться уже в два очка, а Марс в четыре. Продолжать играть, но держа куб на своей стороне уже. Удерживает. Если что-то потом улучшится, он может перевернуть на четыре. Либо сдаться прямо сейчас. Ну и при этом еще посмотреть, сколько там времени у него осталось. Ну, судя по тому, что минут семь-восемь. А, на текущий гейм. На текущий гейм, да. Ну, играли недолго. Я думаю, там достаточно у него таймига, чтобы эту партию доигрывать. Вопрос именно сейчас позиционно. Просто Мгер пытается оценить позицию. Есть ли здесь тейк? Он не сзади. Нам хорошо бы сейчас, если бы показали бы пипсы, гонку. Да, он впереди. Это тейк. Он впереди. Восемь и семь. Видите, на сто девять. Это означает, что критерий по гонке работает в сторону зеленых. Одного из критерий, сейчас скажу, как их одного из трех, как правило, достаточно, чтобы сделать тейк. Но сейчас, мне кажется, Мгер сыграл по счету. Сыграл по счету, отдал одну очко, шесть-четыре. Или шесть-три. Шесть-три. Шесть-три, да. Было же шесть-два. Шесть-два. Есть такие три критерия в такой игре, как в Нарде. А именно, угроза, позиционные плюсы и гонка. Если по одному из этих критериев у меня есть перевес, у меня есть угроза, например, или у меня хорошая позиция, или я впереди по гонке, как правило, это достаточно для принятия куба удвоения. И с другой стороны, если два из этих трех критериев у меня налицо, у меня есть угроза и перевес по гонке. Угроза и позиционный перевес, или перевес позиционный и гонка, я впереди. Этого тоже достаточно для того, чтобы поставить кубу удвоения. Такие маленькие советы начинающим игрокам. Три-три это хороший бросок, это развивающий в дебюте очень здорово. Вы мне сейчас напомнили, знаете, замечательную старую-старую такую хохму, когда начинающие советы для молодой семьи. Это была кулинарная книга, которая начиналась, каждый рецепт начинался со слов «возьмите чистую кастрюлю». Поэтому главное, наверное, для начинающих нардистов научить, как шашки ставить, как расположить сначала. Где эта кастрюля сначала. Где эта чистая кастрюля. А потом уже, конечно, будет приходить с опытом. Не стоит вот сейчас убегать в шашку, поскольку зеленый опять же все решает рейс. Чуть-чуть сзади. Вот теперь неразвитая структура желтых абсолютно, а зеленые не могут этим воспользоваться. Нет давления сейчас на любую открывшуюся шашку. Вот 5-1 безболезненно спускаю, двигаю дальше желтый. А на нее нет давления. Надо было 6-3 спускать сюда в дом, строить дом, держа две шашки. Там большее количество возможных ударов. Так, 4-7. Вот сейчас Мегер думает, продвинуть ли там двойку. Или закрыть. Или подготовить дом. Вот. Ну, небольшая цена, лучше взять дом. Если бы сыграл бы там двойку, это не очень большая рейс. Вот это очень полезный бросок для желтых 2-2. Сразу берут два пункта. Да, он сразу раскрыт. В доме и одиннадцатый. Строительную площадку делает более насыщенной. Плацдарм, как мы говорим, становится, расширяет плацдарм, где можно опереться на свои шашки. Вот это странный ход. Две двойки надо было еще спускать. Конечно, отсюда надо было. Конечно. Ну, что он боялся? 4-5-6-3 по такому сильному доме зеленым. Без куба это можно не бояться. С 12-го хода надо было. Без куба куб в середине. Хотя угадал вы, смотрите, 4-5. Мы бы с вами сейчас очень сильно удивлялись. Мы и сейчас удивляемся. Вот так иногда бывает. Можно сходить не точно с точки зрения компьютерной программы, с точки зрения математического просчета в глубину и так далее. Но реальный бросок, который состоялся, оказывается... Он порой рушит все программы. Да, рушит все программы. Но это не повод перестать играть точно или научиться играть максимально точно. Это означает, что на дистанции, в отличие от шахмат, это игра дистанционная. То есть математическими ожиданиями в основном сопряжена. Не попал. Тройка не пришла. Надо искать лучшие решения. Да, не попал. Очень важно было эту тройку вернуть. Считает, считает Мгер. Объявлять Дау. Удвоение. Ну, в общем... Рейс, гонка одинаковая. 124 на 121. Нету причины удваивать. Равная гонка. Он даже сзади на три пипса. Видите, Мгер 124, Тимур 121. Конечно, он это посчитал. Сейчас понял, что просто рано. Сейчас что Зарики скажут? Здесь уже бесконтактная игра. Напоминает немножечко первую игру предыдущего матча. Ой-ой-ой, это победный бросок. Это красиво. Это победный бросок. Это 24 очка, да. И следующим движением, если не будет ответного, он не пришел. Скорее всего, полетит удвоение и пас. Да, похоже, в этом матче с прогнозом я был скорее неправ. Счет сокращается 6-4. Рискнул предположить, что счет будет 6-4, поскольку здесь моментальное удвоение и пас. Сейчас оба игрока считают и понимают, и найдут эту разницу, что она прилична. Что считает Мгер? Как я уже сказал, разницу в пипсах, в гонке. А как он считает? Каждое поле... Напомните, что такое пипсы. Да. Вот я как раз сейчас это хотел сказать, пользуюсь паузой. Каждая лунка или ячейка на игровой доске имеет номер, соответствующий следующему значению. А именно, сколько очков надо пройти от этого поля для того, чтобы выбросить шашку. Вот именно этим значением и номеруется данная ячейка. Самое дальнее, где начальной расстановке стоят две шашки, надо 24 очка пройти. И так далее. Чем ближе к дому, тем короче очки. Вот если все сложить шашки, значение ячейчек, в которых они стоят, то зеленым надо накидать 109 очков. А желтым 97. И они еще кидают. Разница 12 пипсов или 12 вот этих вот поинтиков скоростных, их называют пипсами. 12 на такой дистанции, как 97-109, она уже больше 10 процентов, что означает дабл. И еще другие технические вещи. Не хочу утомлять наших телезрителям, которые обязывают сейчас зеленых сдаться в этой партии. Ну, Мгер продолжает, продолжает. Ну, я боюсь, он сейчас может взять, поскольку 12 очков очень погранично. Очень погранично. Очень погранично. Очень небольшой там, так скажем, разбег в ошибке будет. Но дело в том, что я еще тогда уж, поскольку я из паузы скажу желтым, надо сделать 8 шашек снаружи дома. Помните, вот видите, стоит 8 шашек. Ну да, 8 шашек. Это означает 8, такой термин в виду новый, кроссы. Пересечение секции в секцию. 8 кроссов. Здесь-то 7, но насколько они хуже расположены. Нет, мало того, что их 7 снаружи. Сколько кроссов надо сделать? Пас, молодец. Да, ну, судя по всему, это заключительная партия. Должна быть сейчас еще 6-4. Азизов, который абсолютно спокойно воспринял такой стартовый прыжок Мгера Джигаряна. Ну, фактически сейчас при удачных раскладах. При 6-0. Очень похожий, кстати, сценарий предыдущего матча. Да, да, да. 5-0. Вернее, 0-5, 3-5. И последняя партия не в пользу Сергея. 3-7. Здесь 0-6, 4-6. И опять-таки, ну, тоже самое сокращение такое, да. До одного куба. До партии в кубом. Очень интересно, да? Вот я имею в виду такая символические два матча сегодня по развитию счета. Успели игроки начать текущий гейм. Соответственно, он будет последним. И мы поболеем за отстающего, как в таких случаях, за Тимура. Посмотрим сейчас на рисунок этой партии. Во что она будет выливаться. Вот эти вот стартовые броски очень важны. Это практически в одной цене ход, как если бы убегать последней шашкой. Шестерку и одницу, безусловно, надо было бить. 3-2 надо взять просто пятый пункт. Да. Закрепиться и встречать теперь здесь. Игра не быстрая будет, я имею в виду, то есть не короткая. С темпом берем третий пункт. 6-5 можно было убегать, но мы успеем. Там нет проблем той шашкой бежать. А здесь каждый пункт на вес золота сейчас будет. Поскольку желтых очень много в нашем доме, в зеленом. Если с этой стороны смотреть. Надо закрепляться во втором поле. Тоже неплохой ход, но компьютер чуть-чуть сильнее ставит взять второе поле в доме. Мне нравится ход Тимура. Я развиваю еще шашки на той стороне доски. Ну да, он бы поставил на второе поле и с первого закрыл бы ее. Да-да-да. Да. Тут. Ну вот мне этот ход тоже нравится. Хотя он второй по силе. Остаться в первом поле до конца я буду там как бы совмешать зеленым жить в доме. Это такой ход. Часто распространенный. Очень активный ход. Спускать одну шашку. Поскольку здесь в доме у меня два поля. Зато если зеленые не попали бы, я активно брал бы там что-то. Устирил бы свой дом. Но не получилось. Зеленые подкинули. Бросили четверку и выбили. Надо продолжать эту же идею. А, здесь на этой стороне доски же можно ударить. О, конечно. Я смотрю на ту часть доски здесь же. Две голые шашки. Безусловно. Да, я тоже там туда смотрел. Да, да, да. Вроде там что-то желтое. На пятом поле там можно было. А вот теперь существенный возврат. Уже три шашки сзади. Если желтым сейчас 4-1, 4-3. Вот 4-1. 4-1. Шикарно. Пятое поле берем. Шикарно, да. Теперь подравниваем немножечко позиционные плюсы, которые были достигнуты зелеными. Мы приобретаем их желтыми. Остались вот здесь. Это очень плохо. Сейчас надо переставиться здесь. Взять снова пятое поле в доме у зеленых. Кинув тройку или четверку. Есть тройка. Тогда можно взять даже... Не надо... Нет материала. 8 шашек на той стороне сдавут. Вот это 2 и накрыть ее тройкой. Взять один продвинутый якорь. Ну, нет материала там. Это нехороший удар. Очень нехороший этот ход. Нет материала там. Ну, если так 6-6, конечно, Тимур знал. Вот сейчас вопрос уже близко к дабл. Такой кавалерийский. Наскок был, конечно. Ну, дабл нет в любом случае. Это нету. Поскольку, посмотри на ту сторону доски, Тимур. 4 шашки. Каким материалом там? 4 поля МГЕРа заряжается. Он может только по счету сдаться. Здесь нет даже дабл. Это ошибка. Безусловный тейк. Ну, МГЕР. Смотрите, смотрите, улыбается. Думаю, ну что, последнюю партию. Он даже если сдаст, все равно выиграл. Нет. Как? Это не победа, как в Бразилии. 3 очка в таблице. Да нет, тут одно очко будет. Вот. Тут одно очко. Каждый на финише турнира все будут вспоминать. Решил признать. Да. Я думаю, тут тейк. Видите, он понимает, что тейк. Просто очень не хочется первую сессию как-то закончить, начав со счета 6-0. Мой прогноз не оправдался. 6-5 с минимальным преимуществом победил Герджи Горян. Но в любом случае оправдался тот прогноз, что мы увидим позиционную игру. Да? Да. Вот я могу сказать честно, это была позиционная игра в полный рост двух сторон. Абсолютно. Позиционная игра. И вот я думаю, что сейчас как раз об этом они и говорят. Но давайте посмотрим таблицу следующего игрового дня. Завершающий игровой день первого тура. Да, да. Это будет завершающий день. Вот. И я сейчас, конечно, побегу впереди паровоза. Вы с кем будете играть? Сергеем Олениным. Я буду играть с Сергеем Олениным. И Леонид Рискин будет играть с Ярославом Гусевым. Вот такие две пары. Последние четыре участника, замыкающие 12 топ сильнейших игроков российских. Хорошо. Ну и что знаете о своем сопернике? Сколько раз вы с ним играли? Ровно столько, сколько он обо мне. Очень много. Недавно был турнир у нас в памяти Мемориал Некрасова. У нас был полноценный матч до девяти очков. Удача сопутствовала и мастерство больше, видимо, на стороне Сергея. Победа была на его стороне в этом матче. То есть у вас есть такое реваншистское настроение? Нет, не реваншистское. Просто я отвечаю на вопрос, что вы знаете о своем сопернике. Не очень удобный для меня партнер, скажу честно. Но мне приятно с ним играть, потому что на одном из турниров в первом раунде я встретился с ним и начал этот турнир с поражения. Зато подряд выиграл потом все оставшиеся раунды и выиграл первое место в турнире. Он для меня приятный партнер. Я думаю, что сейчас Оленин слушает и думает, ох, я покажу ему следующий понедельник. Он знает, что так и есть. Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим на таблицы следующего игрового дня. Итак, вот Сергей Оленин в 21.45 против Юрия Акопова. Леонид Рискин против Ярослава Гусева в 22.45. Вот такой вот будет третий игровой день первого тура 5 декабря 2022 года. Ну а я хочу сказать, что у меня на комментаторской позиции уже Мгер Джигарян. Человек, одержавший, ну, я бы сказал, такую достаточно тяжелую победу. Я бы ее сравнил с победой сборной Бразилии над сборной Швейцарии. Да, с перевесом в один мяч. Ну, Мгер, позвольте вас поздравить с удачным стартом. Да, потому что впереди еще у нас очень много матчей, очень много, 11 встреч еще. У меня создалось впечатление, что вы в последние вот эти вот мгновения матча посчитали, что вам будет достаточно и перевеса в одну очку. Да, я даже Тимуру сказал, что тут тейк, но я не буду играть. Да, мы это слышали. Мы это слышали, что там тейк. Но в данном случае лучше синиться в руках, чем уже уравни в небе. Что-то из этой серии получается. Но хотелось просто сегодня выиграть, если честно. Ну, понятно. Можно ли говорить, что вы одноплановые игроки? Что больше любите позиционную игру? Без такого сумасшедшего риска, который вот мы и видели в первом матче? Ну, вообще-то первый раз в эфире первая игра. Ну, естественно, эмоции оттуда. Я думаю, рисковать не хотелось, во всяком случае. Ну, да, это была вот такая долгоосадная работа. Да, вот если говорить о взятии крепости, то такая осада без таких штурмов. Ну, да, можно сказать. Но Тимур очень сильный оппонент. Очень сильный. Но я думаю, что мне в какой-то мере повезло. Ну, без везения вообще ничего не может быть в нардах. Это же мы знаем, и стоило бы проиграть. Это же универсальная формула. Но мне сегодня не повезло. Это мне напоминает, знаете, как тренеры или футбольные, или хоккейные. Да, вот сейчас мы посмотрим наиболее интересные моменты, когда на пресс-конференциях они говорят, оправдая поражение, они говорят, ну, игроки не выполнили установку на игру. Ну, здесь так не скажешь. Здесь как раз вы выполнили установку на игру. Так получается. Ну, вот это был, конечно, очень интересный момент. Вот эта ситуация, когда вот этот вот дубеж 5-5. Так, подтащил, да, ситуацию. Подтащил, потому что там у Тимура было большое преимущество. Было большое преимущество. Но вот этот вот, как бы сказали, во дворах правильно кинутые зари, да? Да, но тут не скажешь, что правильно кинутые. Потому что вот эта вот колба волшебная, она как бы, ты не контролируешь ее действия. Ну что, я хочу с удовольствием поздравить вас с удачным стартом. Да, потому что... Спасибо большое. Тем более, что скоро Новый год. А как говорят в таких ситуациях, да? Как Новый год встретишь, так его и проведешь, да? Вы в преддверии Нового года встретили этот турнир хорошей, такой умной победой. И я бы хотел задать вам один вопрос. Вот для вас вообще сам по себе факт вот такого телевизионного формата для НАРТ был неожиданным? Ну, конечно, неожиданным, очень приятным. Я бы хотел сказать большое спасибо творческому коллективу. Большое спасибо Юрию Акопову, который организовали вот это... Так, сейчас меня не скидывайте со счетов. Это я ему позвонил. Не забывайте об этом. Творческий коллектив во главе вас, Григорий Александрович. Как без этого. Спасибо большое за добрые слова. Но на самом деле я хочу сказать, что вот это позитивное настроение, которое вы все участники этого турнира несете, это, наверное, одна из отличительных черт подобного рода мероприятий, соревнований. И я от всей души хочу пожелать вам успехов не только при игре в НАРДы, а вообще в целом по жизни. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое. Вам всего самого-самого. Большое спасибо. Ну вот, дорогие друзья, мы сейчас смотрим за наиболее интересными моментами этого матча между Тимуром Азизовым и Мгером Джагаряном. Ну и Мгер действительно признался, сказал в том, что да, там был тейк, но он решил его не играть. Да, мы угадали. Тут, собственно, наверное, даже особо угадывать не было. Но как вы поняли, дорогие друзья, Юрий Акопов вернулся. Юрий Акопов вернулся на свое комментаторское место. Ну что, Юрий, я хочу со своей стороны поблагодарить вас за участие в сегодняшней нашей трансляции. Спасибо. Я хочу искренне пожелать вам удачи в вашем матче с Сергеем Олениным. Через 7 дней мы встречаемся здесь. И я, честно вам скажу, друзья мои, пока не знаю, кто у меня будет со-комментатором. Я раскрывать секретов не буду. Мы об этом все увидим в понедельник. Ладно. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Ну что, замечательный день сегодня на канале «Старт». Мы провели второй игровой день. Да, второй игровой день первого тура. Классные мастера сегодня были представлены в нашей суперлиге телеканала «Старт». В первом чемпионате по нардам, который вот в таком формате проходит. Для вас сегодня работали Юрий Акопов и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья. До будущих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!